Я заранее прошу прощения у тех, кто вчера, хотя они, скорее всего, не смотрят, что я вчера с уверенностью сказал, что и сегодня, и завтра трансляции не будет. Но завтра-то не будет, потому что я еду на целый день за город, а потом вечером будет суперфинал PUBG. А сегодня были дела, но за полтора-два часа удалось с ними справиться. На удивление, я не совсем хорошо выспался, но, в принципе, уже один часов, и спать я в любом случае не лягу. А у нас тут такой шикарный трай. Рассказываю. Исследования передовой технологии брони. При том, что у нас делались лазеры, точные лазеры, мы в инженерном отделе... Ну вот, собственно, архивы вооружения пришельцев, материалы, лазерные технологии, передовые лазерные, улучшенные технологии брони. Дальше мы в инженерке заказали две лазерные пушки на два перехватчика, для того, чтобы не терпеть сильно от приближающейся инопланетной угрозы. Снайперская винтовка, веерный лазер для штурмаша. Два спутника, ну, лазерный пистолет по мелочи. Сейчас сплавы еще есть. Я вот не знаю... Наверное, стоит бахнуть еще что-нибудь. Гатлинг для второго пулеметчика сделал, винтовки вроде с запасом. А может быть, оставить для... для броник. Так, в казарме бойцы... молодцы! У нас с вами есть сейчас уже готовых... сколько это получается? Восемь человек. При этом в течение пары дней возвращаются еще человека четыре. И в течение недели все остальные. Раненых только двое. Убитых за эти полтора десятка миссий всего три человека. Два лейминга и одного действительно жалко снайпера перспективного. В ангаре пара кораблей на ремонте. Вот это, кстати, плохо. Но мы не так давно сбили пару НЛОшек. Возможно, активности не будет. По спутникам. Две страны у нас отваливаются в любом случае. К сожалению. Потому что террор я... Ну, одна нормально отваливается. А вторая отваливается, потому что смежный террор я выполнил хуже, чем нужно. То есть ее сплэш немножко задело. По серому рынку мы играем с бонусом на продажу, на более частые запросы на 40% чаще они. Больше снижается паника. И что-то там еще на 40% не помню. Надо посмотреть, кстати, бонус от региона. Модули спутниковые связи работают на предельной мощности. Запросы стран Совета происходят на 40% чаще. Удовлетворение запросов повышает оборону. И сканирование на предметном обнаружении экзальт еще дешевле стоит. Кстати, экзальт у нас вот-вот. Да, два дня секретной операции. Ладно, поехали. Сейчас самолет мне показал уже. Валеру Искру, привет. Аграмов говорит, приветствую, Чумандры. Были ли вы скрыты какие-нибудь формы инопланетной жизни? Многие страны так и потирают ручку, сколько купить трупиков. Доктор Вален против. Я не хочу продавать трупы. Специально удерживаюсь, чтобы их не продавать. Потому что запросы на трупы тоже появляются часто. Элери дофига. На него, кстати, запросы идут. Типа 20 элери за 120 баксов. Поэтому едем дальше. Фрагмент оружия за инжа. Жалко отдавать, на самом деле. Уже жалко, но отдам. Установил кодировщик и передатчик. Отряд экзальт. Непростая операция. Городской желудочной мощи. У меня носит большая боевая зона. Большая боевая зона. Снайперы и пехотинцы должны работать хорошо. У нас с вами есть топовый снайпер. 94 меткости плюс 2 повышения. Естественно, берем на этом уровне вооруженный опасен. Потому что тактическое чутье и вызов не работают. Ну, они нужны, если ты играешь не с общим видом, а через... Ну, то есть, скорее, для более контактного человека. Не с винтовкой, а с марксманской винтовкой. Поэтому 2 единицы меткости получили всего лишь. Надо подумать, кого брать. Ну, по прокачке. Разведчик пригодился бы очень. Пехотинец, да. Дмитрий Михайлов. Ой, шикарен. Просто шикарен. Инж, возможно. На самом деле, я бы штурмаша взял. Одного из. Потому что этот человек может вытанковать и держать точку. Ну, так хорошо держать. Плюс они скриптовых ловят неплохо. То есть, они подбегают и валят людей. По крайней мере, одного штурмаша возьмем. Берем ли понтиум. А, у меня медика нет. А я нового медика качал. Вот он, новый медик. Вот нужно кого взять. Точно. У меня два медика. А нужно, учитывая то, что мы из медиков делаем офицеров. Ну, в смысле, этих товарищей со званиями. Конечно, хочется понтию взять. Одно место вакантное. Наверное, инж. Наверное, инженер. Приказ есть, в конце концов. Ладно. Смотрим, что у нас по броне. Скорее всего, пехотинец, штурмовик берут в фалангу. Дмитрий Михайлов, понятное дело, берет еще прицел дополнительный. Точность 84. Плюс 18. Штурмаж, естественно, в броне. Веерный не доделался, поэтому пока оставляем дробовик ему. Керамику оставим ему танковать нужным. Медик, естественно, берет у нас, как минимум, медкомплект. Скорее всего, винтовку. Не хочу ему давать армор, потому что это лейминг. Лучше защитить человека более... Толково. Например, понтию. Потому что она ганер, опять же. И ей... У нее патронов не хватает. У нее и меткости не так много. Ухалявной перезарядки нет. Наверное, лучше оставить увеличенный магазин. Оптимист не появился среди бойцов. Да, надо назвать. Давай медика оптимистом. Правда, тут девочка. Девочка тоже оптимистом бывает, да? Так, что по снайперу? Пушка у нас... Снайперская винтовка, опять же, не готова все еще. Да, прицел. Да, лазерный прицел. Разведчик. Марксинский все-таки. Сканеров хватит. Так, это да, это да, это да. Ладно, ок, ок, ок. Инженер у нас с гранатами. Тут, наверное, вместо... Вместе с осколочными надо взять парочку фугасных. Инженера бы еще защитить. Хотя у него воля к жизни есть. Но он будет... И он еще у нас офицер. Но не хочу броню снимать. Ни с понти, ни с богусами, ни с кого. Поехали. У нас там на миссии заслан еще один ранганер. То есть, в принципе, он может передатчик вырубать, выигрывать ходы. Но... Ой, что-то я не помню этого. А-а-а, я помню эту миссию. Но мы ее в лонгворе не играли. Я ее играл только, когда проходил... Эними ВВ. Оптимисточка, уже поздно. Ну, переименуем. Карден говорит, за все будущее, что я не смотрю, никак не не лил, чтобы тебя так увлекало. Если можно, у Баффи Грун 20% перебивает голос. Все-таки перестарался я с громкостью в прошлый раз. Бейсы, назови у нее лапки. Ага. То есть, они будут бежать вот сюда. Я помню, это местность... Ну, короче, эта штука внизу. Я забегал наверх. Сюда занимал... Здесь занимал места. Но миссию могли переработать. Я бы, конечно, отправил сразу разведчикам на полном инвизе, чтобы... С одной стороны, мне нужно продвинуться как можно быстрее к точке. Как можно быстрее занять позицию. И, в принципе, наверное, я так и сделаю. За счет разведчиков. Здесь полных каверов. Немного, но, в принципе, раз-два. Потенциально три-четыре. А, они еще снизу будут бежать. То есть, надо сзади еще вставлять по углам. Да... Да... Ясно, иду на точку. Задача ясна. Блин, снайп не добегает. Ладно, паньте сюда. Бегу! Ой, Дмитрий Михайлович забыл. А, вот еще как можно, оказывается, встать. Вот здесь вот... Здесь каверов нет. Это плохое место. Ну что, с богом, друзья? Этим товарищам надо посмотреть, где у нас передатчики есть. Как я могу выигрывать. Время, вообще, пока ни одного передатчика не вижу. Они должны крутиться. Они должны крутиться. Здесь уже просвет есть. Прошу прощения. О, но поддержал. Михаил, ну как же так? Ты обещал выходные без иксчема. Только в город собрался, а тут стрим. Что делать? Да, я уже извинялся. Уже извинялся. Прошу прощения. Запрос на предмет появляется только после их изучения. А, труп сначала вскрыть. Я понял. Да. Я понял. Короче, сюда не хочу идти. Слишком опасно. Сейчас полезут. Вы помните, что на этой миссии серия, как бы, задач получается. Так, разведчик сюда. Еще не спулили. Что удивительно. Блин, это место не нравится мне, потому что сзади бахать будут. И надо здесь распределяться уже товарищами. Брать, например, штурмаша. Куда-нибудь ставить контактно по центру сюда. Ясно. Расставлять людей по... Желательно фулл каверам. Начинаю, в первую очередь, с... Стрёмно. Когда вот на миссии не играл ни разу, сразу... Так а что ты идти-то не можешь? Тут какая-то... Хрень. То есть вот сюда пройти не могу. А, могу. У Дмитрия Михайлова его не хочется задвигать. Вот прям внутрь. Внутрь лучше посылать тех людей, которые плохо стреляют. Например, Инжа. Снайпер надо на вот этот угол, например. А здесь укрыть, если его нет. Блин. Да, то есть я помню, что будут выбегать с разных сторон. То есть мне нужно и эту штуку закрывать. Ладно, с этим понятным... Снайпер ориентировочно сюда поставим. То есть вопрос сейчас пока что в понте только. Мне не нравятся вот эти вот позиции. Просто не нравятся. Я бы понятен сюда поставил разведчика поближе. Но фланговать будут. Но разведчика поближе вот скорее вот как-то сюда его поставить. Что-то с курсором здесь. Багует карты. А, потому что другой ярус. Все, сходили. Или Дмитрия Михайловича сюда поставить. Потому что в таком случае он успеет уже на овервотч встать. Для понтяши все еще места не находится пока что. Можно сзади, но оно может не играть просто. Можно подвести ее сюда. Но я не уверен, откуда будут лезть. Вот в чем дело. Все, здесь я могу даже сразу спулить пак. Так, ладно, ты овер, точно. Здесь овер. Здесь овер. Понте, все-таки сюда пока что. Потому что нужно освобождать место, по крайней мере, для снайпа. Снайпер, наверное, сюда. У него угол и назад может быть. И укрытие есть. И вперед оно может стрелять. Прицеливаемся. Этого товарища пока оставляем на месте. Что, с богом, друзья. Кажись, сейчас движух пойдет. Да, они подниматься будут. Надо сюда поближе. Ага, вот передатчик. Здесь вот, наверное, нужно поставить поближе. То есть штурмоша за полуукрытие пофиг. И сюда перевезти кого-нибудь из наших. Приказ ясен. Я бы переставил туда как раз понтяшу. Ганеры, с одной стороны, должны быть поближе к... Ну... Но при этом стрелять еще. Умудряться. Да, и готовимся. То есть, смотрите. Если мы отталкиваемся от того, что в прошлых миссиях, как действовали экзальты, тут есть паки, которые гуляют по карте. Я их не хочу пока пулить. И паки, которые идут по скриптам. По скриптам идут с определенной периодичностью. И они все стремятся вот в эту точку. То есть они будут забираться. Выходить через двери вот эти. Забираться вот отсюда. Забираться вот отсюда. По... Тут же была труба. Да, вот по этой трубе. И по этой трубе. То есть нам нужно выставлять людей так, чтобы они... Ра-бо-та... Правильно ли? Исходя из этой логики, я бы подвел еще оптимист. Скажем, вот сюда. Так, хоть вижен у него будет на правую... Опа! Мы получили единственное подтверждение присутствия на территории агентов Экзальт. Судя по их виду, в Экзальт пытаются внедрить... В свои войска генетический материал пришельца. Кого-то я спалил. Но мы ничего не знаем об их способностях. Рекомендуем соблюдать... Короче, Overwatch. Кого-то я увидел. Не знаю, как. Передатчик один внизу. 65. Овер. Попали. Ушел. Пак. Один, второй. Так, ну смотрите. В принципе, я с Run'n'Gun'ом могу в любой момент... Вот этот передатчик выключить, да? Да, мне времени не хватает, так что... Мне сюда подходить нельзя. Я бы хотел просто с мастером ближнего боя встать вот здесь вот. Но здесь нет укрытий. То есть можно было бы штрафовать людей, которые выходят. Или вот сюда передислоцировать. Все равно полу-ковер. А ты сможешь. Тебя снизу не будут видеть. Может быть, кстати. Переводить ли вот этого товарища или нет? Нет, не будем. Поехали. Время молиться, друзья. Народу много. Пара десятков будет точно. Штурм у лестницы мне нравится. То есть они забираются и получают сразу. Раз. Ты охренел, что ли? А где овер? Хорошая позиция за ними. Мне кажется, у меня слева там не очень хорошая ситуация. Еще скрипты. Разведчика увидели. Разведчика увидели. А, тут... Снайпер хорошо работает. Они тут падают еще. Наверное, может на рандоме. Ладно, у Дмитрия Михайлова тут халявные фраги. Раз. И можно спокойно стрелять, потому что есть овер. Сколько мы спулили? Девять человек. Девять человек. Работаем. Вылечились там справа. Основная часть. В правой части. Ну, вы понимаете. Ну, справа находится. Есть перезаряд ковер. Понти даже выстрелить не успел. Нет, оверим. Они должны на кодировщик лезть. В любом случае. Это их задача. Слышали? Похоже, это последние подкрепления, командир. Скриптовые товарищи выбегают. Это последние подкрепа. Дай мне три человека. О! Хорошо. Ну, этого сносим. Как-то они не торопятся, я не знаю. Но очень много. Четыре человека сразу появляются. Хорошо, что я не разряжен. Тут был по овервочам. Ну, этот без проблем. Ушатываем. Ганеры прекрасные. Еще человек десять. Спулиных. Должны подниматься. Должны. Во! Боеготовность. Как я его вижу? Он еще что-то впрыснул. Это гены модификации какие-то. А, вот кто его видит. Ну, тут только ханкер. Ну, и, конечно же, надо поднимать мне. Поднимать человека наверх. О, Ничный, привет. Привет, Ничный. Прицеливание. Они почему-то не торопятся. Я не знаю почему. Там все еще оверс у этого пупыря. Я терпелива жду. Там десятых человек сидят. Опа, пошли. На оверах я принимаю просто шикарно. Двойной овервоч у Дмитрия Михайлова. Не должен вообще никто ничего. Тем более тут снайпер еще стреляет. Но он не выстрелил бы. Никакого действия бы он не сделал в любом случае. Там Дмитрий Михайлов на второе его действие бы покарал овервочем стопроцентно. Терпеливо ждем, друзья. Терпеливо ждем. Вон еще два овервочетых. Может быть, даже сюда куда-то. Какого-нибудь сюда стянуть дополнительным. Я бы понти сюда потянул. Нет, давайте этого. Нужны дополнительные оверы. Потому что там уже два человека. Вдруг попручатся. Часть осталась все еще там. Выходит, опять хорошая работа Дмитрия Михайлова. С критом. А, сразу. Вообще изи. Двое там еще. Опять овер. Ну, хорошо, мы их на не очень умном и ловим. Все. Бедолаги. Они не знают, что делать. А почему они не забираются? Я не могу понять. Почему они не идут через основной вход? О, хорошо, что подвел. Видите, как тут контрольные идут выстрелы. Я не могу понять. То есть, у них есть три... Три еще места, через которые можно забраться к... Они прям сильно-сильно-сильно в обход. Идут. Еще семь человек. Ой, девять человек. Может, после того, как первый снайпер пришел, его ушатали и решил, что безопаснее будет двигаться. Так, ну, я сюда добавлю еще людей. Потому что, если вдвоем или втроем побегут сразу, мне, может, не хватить овервочь. Снайпер разобрался, не понравилось. Ай, плюс агенты видят. А, понял, да. Понял, понял. Может, у них агент приоритетная цель просто. Да, побежал еще один. Тут шансов никаких нет. Кстати, овера нет. Ну, мне текущая ситуация вполне устраивает. Я могу спасти вот этого товарища, но буду его использовать как наживку просто. Потому что работает безотказно. Там уже гора трупов. А экзальт все идет и идет. У них, видимо, приоритет на агенты. Они хотят его убить. Потому что, фактически, ты запарываешь миссию, если теряешь агент. Да, не сомневаюсь, что сейчас новый выбежит. Нет, не выбегает. Два овервоча сидят там. Терпеливо. Ну, я тоже терпеливый. Прямо вот на гору трупов выбегает и пополняет ее. Там сваливается оружие, падает. Ё-моё. Как говорится, мышки плакали, кололись, да? Ну, продолжали нажрать кактус. Заткнись, слушай. Главное, чтобы Галенка не прилетела. Уже трое там сидят. На овере. Офигели, что ли? О, есть. Сколько там лежит? Три или четыре? Уже шестой, кажется. Вот это как раз шестой был. Можно очень просто посчитать кучу. Ты считаешь количество ног и делишь на два. Так, ханки-ровер. Ой, решили пострелять в один процент. Подстраиваются. Пытаются. Не можно, конечно, туда гренку закинуть. Бла-бла-бла. Да, юн оптимист. Я думал о гренке, но так можно запороть скрипт. Если работает, что трогать-то? Это как в системном администрировании. Работает, не трогай, все. А если ног нечетное количество получится, в какую сторону округлять? Что за глупый вопрос? Ё-моё, один процент. Конечно же, в большую. Людей с тремя ногами значительно меньше, чем коллег. Не, а этот решил, что не побежит уже. Все, отстреливает один процент. Думает, не, не, не. Уже что-то заподозрили. Ах ты, гад. Не, можно... Сейчас, наверное, надо уже уйти оперативникам. Только я не смогу им уйти. Мне как бы наверх надо по-хорошему. Выполняю. Сейчас посмотрим, как изменится модель поведения. Им вообще нужно кодировщик забирать. Выбегает. Е-е-е. Там есть, кому пострелить. А если там толпа одноногих? Ой. Блин, меньше уже надо прыгать, не больше. Я неправильно сказал. А так, да. Если больше, чем один, то уже подсчет не верен. Сколько осталось людей? Четыре человека. Убито уже дюжина. Это последние четверо. Подождем два-три хода, потом будем действовать. Ориентировочно первый этаж вот здесь вот находится. Но они не идут, как видите. Мне нужно разведчика пускать, видимо. Сейчас самый опасный момент. Просто потому, что... Потому что они там легко могут стоять на оверах. Слышали? С другой стороны, я могу достаточно просто при помощи передатчиков... Короче, поехали. Сделаем разведку сначала. Смотрим, как они там стоят. Непонятно, как стоят. Видимо, здесь стоят. Так, ладно. Командор сюда. Снайп еще работать не будет. Штурмаша пока оставлю. Оптимис сюда. Понти надо убирать тоже поближе. О-о-о! Так. Это меняет. Делаем. С ран-н-ганом я добегаю до передатчика, на самом деле. Да, давайте тогда активнее. Поехали. Делаем. Посмотрим. Ну, оверов у них нет. Там единственный четвертый может быть на овере. Да ладно! Нет, нет, нет! Только нет! Четвертый на овере, последний! О-о-о-о! Еще один овер! Не-не-не-нет! А как? Подождите. А, я же не спулил. Там еще два человека может быть. Даааа. Короче. Ран-н-ган. Флангуем. Врубаем мастера ближнего боя. Побежали. Да уже пофиг. Уже... Вот уже пофиг. Добрый день. А, ты еще здесь. Ну, лучше тебя тогда бахнуть. Без крита, но раним просто. Потому что те побегут. И я на мастере ближнего боя могу шатнуть упырей. У них есть гренки, не стоит об этом забывать. Надо сначала разобраться с этими... вас понял. Да. Что по приказу? Объектов нет, да? Снайпер ни черта не видит. Ты можешь пострелять. Такое себе. А, вот еще один. 82, 70. Давай 82 подраним, потому что его мы... Вот четыре человека. Так, на понтяшу надо спускать. Вопрос как? Куда? Это место мне нравится. Ну, может быть, стоит пока сюда. Да, давай так. Я бы закинул сюда фугаску. А, дверь можно открыть, да? Можно же дверь открыть? Или нельзя? Почему этот не мог дверь открыть? Что за люди вообще? Фугасочку. Снять укрытие в первую очередь. Попробуем так. Да, без кавера остался один. Соответственно, мы можем... Даже два без кавера осталось. Этот раненый, тот не раненый. Давайте так. Да ё-моё, ну... Сам шоким. Тут стреляем 56. Ну, я надеюсь на овер. Здесь вроде как подходить надо. Но я боюсь словить гренку, поэтому овер. Побежал. Здесь мастер ближнего боя должен быть. Раз. Потому что он флангуется. Этот на этого не достали, увы. Он перезаряжается. Этот должен бежать перезаряжаться снайпер. Окей. Этот убегает. Убегает. Этот под гренку стоят. Побежал мастер ближнего боя. Бах. Отлично. Этот тоже побежал овер, но такой от разведчика слабенький. Ничего-ничего-ничего-ничего бывает. И последний работает. Всё, нормально. А, вот ещё флангуется. Извини. Да, забыл про тебя. Что ж ты не критуешь-то ты, а? Вообще, штурм вот этих вот пятерых укладывает. Он встает сюда, флангует всех и как бы закрывает вообще вопросы. То есть он просто встаёт и перезаряжается. Удивительно, но это факт. Всё, забыли про этих четверых. Они трупы просто. Сто процентов трупы. Просто сто процентов. Ничего не сделать. Тогда давайте справляться с правыми. Здесь фланги мы видим. Уже фланги. Но может быть всё-таки бахнуть гренку, чтобы покоцать. понтяши выходят во фланг к одному. Сейчас надо прикинуть вероятности. Да, пожалуй, сюда осколочную. Тут прям по центру попадает, поэтому может быть даже шестёрку нанесёт. Ну, почти, да. Снайпа спускаем, потому что пистолет нам поможет. Здесь две единицы урон нанести. Здесь, скорее всего, надо будет флангануть вот этого упыря. Или кинуть гренку. Давай осколочную ещё одну. Точно одного убьём, покоцаем второго. И снайпер, может быть, добьёт тогда левого из пистоля. Давай, хорошо. Получается, зря я подвёл тут. Жалко, сапресса нет, поэтому меткость невысокая. На Дмитрия Михайла, видимо, сюда джойнить. На него обзора нет и не будет. На понтяше может не ушатать человеком. Тут вопрос к криту. Будет или не будет. Рассчитывать на 2 к 3 криту в крит не приходится, конечно. Если бы была возможность метку поставить, но, к сожалению, разведчик у нас очень далеко. И он ну никак не сможет. Хотя отсюда с общим видом да, есть. 62, ещё меткость. Вообще класс. Ой, молодец. Вот сделала как надо. Всё, закрыли все вопросы. Теперь понтяша просто заходит, попадает с колоссальной вероятностью даже, наверное, её вот так вот подойдём, чтобы 100% было попадание. Убивает, а у нас остаётся 4 упыря, которые, по моему предположению, должны просто сдохнуть. Просто сдохнуть от одного штурмаша. Побежали. Раз. А там ещё стреляет Дмитрий Михайлов. Забейте. Это изи-миссия. Ни кодировщик, ни передатчик не отдали. Просто штурмовик на таких миссиях тоже хорош. Он, во-первых, в точку. А эти решили никуда не ходить. Ну, правильно чего тут. Лучше на месте стоять. Серьёзно, меньше проблем. У него ещё стреляя, беги, поэтому... Размотали. Просто размотали. Фух. 4 повышения. 5 повышений. Разведданный экзальт. 500 бабла! 500, ребята! Сейчас, кстати, надо в школе офицеров майора взять. бонусный опыт. Чтобы нам удалось узнать координаты их штаба. Если теперь мы сможем... Координаты штаба? ...ставшиеся ячейки и собрать больше данных, нам удастся окончательно разгромить силы экзальт. Не, вряд ли. Короче, скан дешёвенький. Джокки, привет! Сомалете купить. В оружейной доступны новые улучшения. Да. Сегодня утром прибыли новые инженеры. Должен сказать, мы от помощи не откажемся. Сплавы ещё появились. Я их не тратил, на самом деле. Лазерная пушка это на корабли. Передовые технологии брони очень важны. Я не уверен, что нужно сейчас делать. Делать корабль ещё один. Видимо, надо. Да, надо. Пока мы не поставили пушки нормальные. Так, а что я там ждал? Я ждал ещё генератора 8 дней для того, чтобы начать быть готовым к починке. Поехали. Лазерный пистоль. Новые перехватчики два дня. Лазерная пушка очень важна. Илериум за деньги есть. Вот, люблю такие запросы. Просто прекрасные. 12 Илериум за 120. Передаём. Так, хорошо. Дожидаемся перехватчиков лазерных пушек в... И в ангаре надо посмотреть, кстати, опыт. Давайте. Оснащение лазерной пушкой 7 дней. может не выводить. Да, следующее перевооружение я сделаю через 7 дней. Несмотря на то, что лазерная пушка сейчас вторая будет готова. Сообщение и советы минус 2 страны. Лазерные винтовки на Капрало лесом. Ну да, минус 2 страны, потому что... А нет, минус 1 страна. Я выполнил миссию, и... То ли экзальт, то ли ещё... Короче, мы потеряем только Китай. Германия у нас остаётся. Но после этого будет пара спутников. Раз спутник, два спутника в следующий месяц. Доделывается как раз у нас же Кап по спутникам. Как там с точностью? Это лазерные пушки, у них 70 точность на агрессивном стиле. То есть на 25 они точнее. Очень хороши в плане точности. Так, вскрывать надо в следующий раз будет, чтобы потом запросы на трупы пошли и трупами барыжить. Китай вышел, 3 учёных, 3 учёных добавилось. Но у нас есть бабло. Превосходно, говорят. Может быть 4-й спутниковый? Сможем ли мы сейчас закрыть два региона спутниками и кораблями с лазерными пушками? Я бы взял второй регион сейчас. Вот именно в этом месяце. Вопрос какой? Ну, хочется получить бонус от чтобы больше бабла была 20%. А дальше выбирать. Ну, точно не в Нинди, не Австралию. Дополнительный плюс 5 к исследованию в каждой рядом стоящей лаборатории. 10% к исследованию. Меткость пулемётчиков, пси-тренинг, защита снайперов-разведчиков, ген-модификации. Бонус к допросам в Бразилии неплохо. Доп денег, все тренировки, воля. Вскрытие допроса 25%. В США хорошо. Вскрытие допросов это как раз чтобы у нас по трупам быстрее исследования проходили. Наверное, США нужно Канаду и Мексику закрывать. Полетим туда. Северную Америку будем закрывать. За последнее время мы несколько раз принимали странные сообщения. Какой-то псих с позывным Командир Стрейкер вещает в эфире о тайных агентах. Командир Майкер вещает? Пацаны возвращаются. Есть дробаш. Ещё! Блин, ну тут за сплавы. Я не уверен, что сейчас бабло на сплавы нужно менять, потому что сплавов не хватает. Пацаны, у нас... Через два дня все вернутся. А останется только один раненый. А, слушайте, давайте танчик закажем. Второй танчик и с леммингами пойдём. Вот что я хотел. А у меня их два. Генератор, лаба, спутниковый. Бахать новый спутниковый. Бахать новый генератор тебе нужно, Михаил. Потому что не хватает на спутниковый. А мне инжей не хватает на спутниковый. Немножечко, но всё-таки... О, Мелстром, привет. Выпускать я их, к сожалению, не могу. Четыре дня есть до этого. Но вот веерный лазер отлично. Лазерная снайперская винтовка. Кайф. Понтия возвращается, оптимист все. Элери за бабло. Вот Элери не исследовал, всё равно его запрашивают. Это прекрасно. Какой оружейный? Доступны новые улучшения. Какой оружейный? Я понять не могу. Что ты несёшь? Сплавы тратить не буду, потому что броня доделается. Мне там 18 нужно на бронь. И хорошо, что я не выполнил заказ. Типа на... Запускать ли спутник в Германию? Такой вопрос. До конца месяца точно надо. Плюс инж придёт. Ты бы пушки поставил на самолёты. Перевооружение, кажется, всё ещё идёт. Четыре дня. Но сейчас я не хочу. Я хочу дождаться, когда пушка на один поставится, потому что сейчас у меня четыре дня будет окна, когда будет всего один перехватчик. На нас плавы за инжи? Да. Как раз за инжей готов. За инжей готов. Генератор готов. Ну что? Делаем, во-первых, ремонтный ангар или литейку. В литейке, конечно, тоже проекты есть, и деньги у меня на них есть, но в ремонтном ангаре он проще и дешевле. Блин. Спутниковый модуль пока не можем. Генератор-то я зря построил. Ещё инж за фрагменты возьму. Так, ну что? Сразу запустим, наверное... Может, ещё перехватчика заказать заранее. Заказал бы. Всё равно переводить надо. Давай. Мы засекли новый объект. От него идёт странный сигнал. Похоже, он ведёт сканирование. Что-то ищет. И у меня нет перевооружения. Два дня. А вот был бы сейчас по экспертам перевооружал бы корабли, у меня был бы только один ворон. Не уверен, что мне двух хватит, но мы пытаемся сбить. Это сканирует меня, сучок. Вот к этому моменту у меня должно быть было уже быть лазерное оружие. Сбивать надо сбивать. Среднее НЛО. Двух должно хватить. Главное, не маш. Давай. Раз, попал. Молодец. Два, попал. Молодец. Он как-то жёстко попал. Кританул. Дестройер против флорин. Ай, Дестройер. Дестройер. Уходим отсюда. Нет, не сбиваю его. Спутниковый модуль готов. Кажется, мне нужно новый спутниковый заказывать, потому что меня сейчас собьют. Потому что сейчас этот НЛО нет доступных перехватчиков минус спутник. Твою налево. Вот зря я полетел на Дестройер. Я не знал, что он такой. Минус перехватчики перевооружения. Гольфман теперь жал. Приветствую. У одного из наших инженеров есть проект по улучшению БМП. Он просит вводить его от работы и выдать БМП на сутки. Также он утверждал, что ему понадобится паровое ядро. Поищите данный материал в следующих миссиях. Спасибо тебе. Сейчас я зайду на канал, чтобы озвучка в следующий раз срабатывала. Так. Короче, беда с перехватчиками у меня минус спутниками. Мы потеряли один спутник. Мы не сможем отслеживать корабли пришельцев над этой страной. И она прекратила нас финансировать. Франция, да. А, ну мы не теряем, кстати, этот базовый баф. Бонус остается, да? Инжи, да. Теперь можем делать дополнительный спутниковый модуль, но я не хочу этого делать уже. Потому что в школе офицеров я майоров не взял. Мне нужно... Мне нужно сейчас как-то нормализовать перехватчиков. А, лазерная пушка готова. Список кораблей к перехвату готов. Один день купить перехватчик. 6-17, капец. Да. Полетели. Лазерная пушка. А, низкий разведчик. Он сядет. Может, не стоит его сбивать? В России низкий, но... Сядет больше, достанется. Или лучше сбить? Вот к фотосу вопрос. Посоветуй, пожалуйста. Не сбивай, говорит. Это, кажется, с подвохом, да? Не, я полетел. Чувствую подвох. Нет, спутников не хватает под модули. Хватало впритык, но полетели. Ресурсы. Да, ресурсы. Кузя, привет. Привет, Олег. Сектор пресс. Никто не знает, что внутри. Не-не-не-не-не-не. Я не готовый. За Россию, за матушку. Тут, как бы, точность должна и мощность возрасти. Да и ножка снова вообще... Приземлился. Что? Что-то мне не нравится лазерное оружие. Ладно, хорошо. У нас, с другой стороны, все бойцы. А когда, кстати, поезд? Лангкая разница, танки есть. Надо понять, кого качать. Дмитрий Михайлов, предпоследнее звание, двойной овервотч. Точность плюс пять. Плюс пять. Плюс пять. Развидчик Фенрир. Ой, спринтер, скорее всего. О-о-о-о. У него не такая высокая маневренность, но со спринтом семнадцать. Пальто Медик со здоровьем восемь и с маневренностью шестнадцать. Такие психи. Господи, я их всех потеряю. Давайте пока основных берем. Понти, наверное, будем продолжать подкачивать. Она тут уже... Хотя у нее с меткостью плюс три беда. Там есть более расторопный пехотинец. Вот, на семьдесят один. Он... Плюс три, правда, ему тоже дали. Так, мне бы еще новых бойцов. Скорее всего, даже не новых, а тех, которые пониже сейчас по званию. А, и в школе офицеров надо взять звание. В любом случае, продаем на сером рынке. Ну, и Лерий на сорок. Я понимаю, что это неправильно, но мне сейчас в школе офицеров... Майоры, майоры... Майоры, кварталы, жилые... Песня даже есть про это. И вот. И назначаем офицеров. Майор. Пальто. Пальто здесь? В чате? Готов к принятию, к повышению? Пальто. Есть, готов, вижу. Все оперативники в отряде получают 25% за каждое убийство. Или новички. Но... Возьму универсальные. О, Анзен, да, точно. Может быть. Смотрим на капитана следующего. Это у нас медик. Пока не забыли. Прошлый трачем, закончились гуфом. Чем же они могут заканчиваться-то? Да, и один медик с тяжелым ранением. Надо сейчас внимательно посмотреть, кого мы... Кого нам действительно нужно сюда отсылать. Очень важная миссия в плане... В плане сплавов пришельцев. То есть сейчас, но через несколько дней заканчивается исследование продвинутой брони. И мы, соответственно, будем делать броньку с крюком для снайперов, для разведчиков. Тяжелую... Ну, не тяжелую, а такую более продвинутую броню для танков. Поэтому... А что там у нас? Лес, редкая средняя растительность. Окей. Снайпер-пехотинцы стандартные. Разведчик обязательно нужен. Пуля, чего бы взять, конечно, одного тоже. С двойным выстрелом. Такие вообще психи они. Особенно с тяжелым пулеметом. Нерасторопные, но психи. Так, вот сейчас надо, наверное, уже... остановиться. У нас явное приседание по разведчикам. Их всего двое. И у нас только один разведчик с инвизом. Можно взять этого на прокачку на второй инвиз. И, наверное, это правильно. Блин, все, что ли? Места нет. Нет, есть еще. В теории можно взять еще кого-то. Ну, то есть из потенциального на разведчика. Вот этого, например, третьего разведчика. Потому что... Ну, у нас снайпер проседает, видите? Я пометил двух леммингов. Снайпер и разведчик. Снайпер помедленней. Поточнее, разведчик побыстрее. Вот, потому что всех остальных двое, трое, четверо. То есть там запас есть. Давайте разведчик все-таки лемминга берем. Плюс еще брать леммингов стоит как раз для того, чтобы... Ох, как ему меткость, как у него меткость возросла. Чтобы быстрее в школе офицеров открывались темы. Потому что качать нубасов значительно проще. Они быстрее получают звание. А там по количеству набранных званий, как выяснилось. Начинаем оснащать бойцов. С Дмитрием Михайловым все понятно. Со снайпером, в общем-то, тоже. С разведчиком дадим. Пока дам винтовку, но мне кажется, что не хватит. Пальто вот, например, без винтовки. Между прочим. Так, а у боевой винтовки урон, типа, выше, да? Чем у обычной. 4, 6, 3, 5. Ну, а второй выстрел на передвижении любого действия снижает меткость на 10. Угу. Не будем выдумывать. Да, у снайпера же лазерную. Совсем забыл. Мы же сделали лазерную снайперскую винтовку. 96 плюс 18. Медику и винтовку и по-хорошему надо броню дать. Прицелов еще не хватает. Да надо снять просто. Наверняка там у кого-то что-то завалялось. С разведчиком все понятно. У него ни брони, ни маркс москвинтовки. Да, он, лазерные винтовки пошли. Пулеметчик, естественно, пулемет и броню выдаем гатлингам. На самом деле, ему тоже прицел хорошо заходит с двойным выстрелом. Ну, хотя он обычно стреляет... Нет, все равно. Все равно ему хорошо. Надо прицелы сделать. Надо взять прицел. Один починить. Так, у Дмитрия Михайлова фаланга есть. Пальто нужно, броню дать. Ладно, давай сюда лазерку. Раз, лазерка, лазерка. Лазерка тебе, лазерку. То есть, в этой миссии мы пытаемся прокачать второго-третьего разведчика. Второго-третьего разведчика. Страховочной аптечки не наблюдаем. На самом деле, сканов перебор. Ну и гранат нет совсем. Тихо-третьего поделать. Нет, я возьму, пожалуй, грянку. Этому. Даже, пожалуй, дымовую. Поехали. Сплавы. Очень нужны сплавы. Вообще, я допустил ошибку. Не надо было лететь на на Destroyer. Надо было сбивать мелкую тарелку. Пытаться сбить ее. И тогда мы могли еще сплавов получить. Но я вот этой темы не знал, что это Destroyer, какого ёпэр сеттэ. Ну да, он как бы сел сам, но... Так, он у меня есть инвиз. У меня есть инвиз, но я бы сдвинулся вообще вот сюда. По крайней мере, снайпа базово поставил туда. Раскируемся. Ох, уже количество обилок зашкаливает. Ладно, Дмитрий Михайлов так. Полич пока так. Опасно неправильно сейчас действовал. Снайп уходит. Разведчик. Поехали. Иду на позицию. Действую. Вот что-то не нравится мне это, если честно. Стартовая с позиции. НЛО сразу под боком. А учитывая, что паки, как правило, вокруг НЛО кружат. Сектойды! Да вы что? Сектойдики маленькие, уйти в пути какие! Я уже думал, что все. Время мутонов, летунов. Не, давай, лучше так. Я слышу мэлт. ох ты как. Ну и что? И что я с этим медом буду делать? Висит груша. Нельзя скушать. Сейчас канады прокинуть куда-нибудь подальше. Нет, следующий ход. Дмитрий Михайлов, да? Очень броньки не хватает. Ну чтобы сейчас не протухал выстрел снайпа. А, на тарелке, да? То есть вообще вероятно флангование разведчик. Так. Ну поехали куда-нибудь сюда, закидываем. Я понимаю, что в тарелке есть пак и я пытаюсь кого-то увидеть. А, вон. Четыре сектоида и дроид. Ну, снайпа я вывожу. Хотя может и справа пак. Да, бегают. Блин, сектоида, я скучал. Даже так? А снайпер не может. Рискуем. Вообще ведь есть. Посмотрим, полим не полим. Не знаю, они на меня пойдут или назад. назад. Слева еще шумят. Не, назад. А, в тарелку? Может, испулились бы. Но сейчас у меня на них нет вижена, кажется, на снайпе. да. Да. Ясно. Начинаю на взгляни. Готовность номер один. Не, я не тороплюсь. Мелт минус. Я без кошки не смог бы добраться до туда. Что-то они какие-то тоже очень аккуратные. Тут, конечно, хорошо бы встать. Full cover, full cover. Место не кажется уже таким уж и плохим. даже назад. Ой, тиньмены. И на овер сразу, на 100%. Бах, бах, минус один. 90 еще овервотча. Минус два. Мажет только по одному тиньмену. Хотя еще один овервотч от Дмитрия Михайлова. Просто унижение. Еще один пак вылетает, правда. Разведчика рассекретили. кислота на 2 или тун и мутон или тун и у 3 пака спорил всех спорил капец вот это плохо как ни крути с апресным утонам и метка на него болеет сто девяносто сто блин ну эти вообще не игре на куме нет чтобы ушатывать и мутон гренку вообще может закидывать еще фланги здесь понятно нужно стрелять поэтому здесь возможно даже приказ еще разок стрелять ступать не хочется айфл кавр до отступлю пожалуй отсюда но саппорта не хочу поставлять оверх там не было не было я боюсь гренки 91 100 гренку мутон может докинуть разведчик точно надо убирать по дмитрия михайлов последний патрон увы снайпер стреляет сюда только хотя лазерная винтовка лучше по плотному поехали он и поближе и плотнее хорошо здесь скорее всего отступление дым потому что сидим под полу укрытием причем дым скорее всего на себя или остаться на месте но перевести разведчик то у нас тоже в полу укрытие получается будет да и сюда дымит окей значит так добиваем раз значит левым стреляем по этому нужен крит давай криту ушатываю блин оставил немножко здесь точно дым может даже так да так мутон не видит сапрэш с нутовом у него ага при зарядку тут два сектоида осталось там битый литун и один жирный мутон хорошо один процент я больше всего мутона конечно боюсь он здоровый 21 процент ёпо рСТ мажет под сопрессом 21 это не фланганул этот умрет так не торопимся у нас скорее всего будет проблема с все еще с мутоном из-за того что понятно да первый ход он практически без вариантов мутона в любом случае он продолжает сопрессить вопрос что с ним делать дальше брать у него укрытия не смогу сектоида то ладно снайпер работает по сектоида и наверное других вариантов для него особо нет пытаться прострелить это с 30-40 процентов то есть да мы можем ставить метку и скорее всего мы должны ставить метку ранить его чувства обязательно разведчика убирать видимо то есть составляет здесь 46 нормально вроде как не мне не нравится эта тема дымок не остается что мне не хочется вообще подходить если честно я ухожу нафиг за полное укрытие интересно докидывает гренку под сопрессом или нет мне кажется что нету так проверять не хочется вы бы знали ладно ты марксман ты же можешь издалека с общим видом стрелять что-то пишет не можешь ну и дурак время молиться опять 21 процент везет нам везет с вами надо переводить снайпом чтобы следующий ход точно попадал я думаю что надо ханкерить сейчас просто прям ханкерить со страшной силой ну сапресс последний хотя есть приказ и прям ханкер ханкер направляюсь на точку укрепляюсь так а стоп почему тот не ходил-то он тоже ханкерит окей а что по снайпу там глухая оборона конечно дикая вот гата фотос поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает михаил чтоб спрятать в скаута достаточно выйти из вижена для этого иногда хватает вставать не за фулл кавера на клетку дальше него оттуда уже снова за фулл кавер сложно окей так ладно сапрессим опять же пробуем выиграть ход тут прицеливаемся соответственно ханкерим 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 типа вот все спрятались смотрим что будет делать вот он я надеюсь что ничего да 89 меткость ну хорошо тогда давай попробуем пометить его да у него овер интересно не овер срабатывает по мне ну у меня молнинос если что да огневая поддержка вот тоже важный момент то есть это другой мутон сейчас мы с критом должны по мутону 99% от снайпа перезаряжаемся в любом случае 99 60 крит надо критовать блин ну что ж ты так слабенько то здесь нужна нужна команда не уверен что у меня сапресс хватит хватает на сапресс ну ладно мутончик уже немножко покоцан я думаю надо возвращать дмитрия михайловым потому что кроме него нормально работать по мутону не может никто 65 2 меткость хорошо устрашение не боимся не боимся мутоны не страшно устрашение видимо в каком-то а нет паника дмитрий михайлов вертел как бы как бы вертел просто он с гранаты в штаб врывался у него сейчас точность должна быть типа проценты 15 да он ханкер уходит опять перезаряжаемся ставим меточку это не обязательно наверное этот ход мы пропустим такой плотный капец вот без гранат вскрывать такого упыря крайне сложно ооо все какой-то веки сбили кавер и все и совсем другая история молодцы перезарядки оверы остается у нас два защитника нет еще сиктоиджа один точно забыл про тебя маленький а где же ты там пропадал там м м м значит маскировка ну еще майкер но в данном случае маскировка ооо ты даже можешь по нему пострелять давай 6-4 я верю в победу хорош да ганер в смысле этот пулеметчик он тоже такой псих местами двойной выстрел с опрессом метко работает как разведчик по рейнджу давай быстрее ну в общем под подавление можно кидать гранату но с штрафом по дальность да я в курсе я вот и думал он докинет или не докинет что тут еще вмешивается то что он был выше надо кстати скан закинуть наверх а там кстати один же защитник один один закидываем там вроде вся да вот он здесь видели где будет пол надо переместить соответственно бойцов в принципе отсюда уже большинство будет работать вас понял кем пулить большой вопрос кем кем разведчику ну пока в режиме ожидания разведчик то у нас там спринтер просто о неплохо не что то неправильно я сделал ха 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 то есть разведчик как то не очень хорошо пулит им наверно надо подойти вот так вот спулить чтобы его обнаружили и уж потом бежать назад дмитрий михайлов видит 77 к сожалению все остальные работают плохо 77 вероятность неплохая но к сожалению давай короче сюда подведем если метку сможешь поставить то справимся дмитрий михайлов тем более попадает то есть нужно один короче 87 один раз попасть двух попыток изи ясс хорошая чистенькая миссия важная хорошая прекрасная прилетели только вот перехватчик покоцали получили два повышения и сплавы пришельцев так денег нет что я хотел я хотел перевооружить самолет лазерной пушкой но она что то меня расстраивает самолетами просто беда потому что не надо лезть на файтеры передовые технологии брони два дня очень вовремя прилетела эта штука денег нет с богом друзьям лазерные винтовки ни за что не отдам на нас плав все таки за бабло конечно и передовые технологии брони слушайте я получаю возможность сделать броню с одной стороны думаю что надо сейчас бахать именно ксенобиологию как раз делать бонус от запустить спутник в в америку через пять дней туда перевести корабль будет у нас бонус по вскрытию да давайте ксенобиологию вторая лаба у нас еще шесть дней достраиваться будет но будет уже хороший бонус в 30 процентов спутник запули да вот в том то и дело что я не хочу пока в сша потому что кораблей нет во францию германию там еще вроде мне делается один спутник да да еще один спутник будет сканить экзальт надо скоро так надо не забыть сделать броню хотя бы хорошему 2 нужно сделать но денег не хватает а панцирки нужно 2 а лучше 3 это спасает жизни оперативникам поэтому как бы не было больным я начинаю продавать эллерий трупы thingменов чуть-чуть подкопил я трупов по 80 он блин 240 нужно еще нужно 30 я понимаю что это такие вещи делаем третью панцирку поехали спутники к запуску готовы как только прикажете мы их выпустим стоит ли сейчас да наверное стоит через два дня запускать спутник запускать спутник в сша зачем торопишься не нужный генератор построился экзальт сейчас сканит он будет на скан у нас опять же денег нет но там нужно всего 30 потому что сканирую я в мексике окей так мы берем естественно ранн гайнера какого-нибудь возможно даже опытного штурмаша хотя давно террора не было может быть взять третьего штурмаша ну нормальный все равно у него есть и хотя богус это даже 15 плюс 3 вообще псих 2 лазерный пистоль точно бронька и дым наверное так экзальт прям по четенько делаем по кд перехвату готов так надо с этого же лавинную пушку в смысле снять ставим наоборот поставим avalanche здесь ставим лазерную пушку рискуем 21 час окном поехали ремонтный ангар мне нужно починить у меня есть там прицелы кажется на починку да 14 баксов но покупку вместо того чтобы за 70 покупать прицел я лучше я лучше починю за 14 баксов блин рейдер высокая нет доступных перехватчиков мы получаем сообщение о новых похищениях людей места происшествия отмечены на глобусе но это не рейдер это другой итак у нас во-первых прокачался хороший медик которого можно кем-то обозвать блин точность у нее хреновая ладно пока пропустим в прошлый раз я качал разведчиков и они уже успели вернуться на самом деле можно продолжить эту славную традицию топовый разведчик у нас есть а вот бэтмена тоже под инвиз нужно качать надо ему добить все-таки экспу ему прилично не хватает но тем не менее я бы взял либо алису либо дмитрия михайлова тут не столь принципиально один они одинаково звание приблизительно одинаковые по характеристикам дмитрий михайлов был в прошлой миссии и он эквипнут поэтому я оставлю его пулеметчик получил еще уровень тот из прошлой миссии и у него блин стабильность платформы отлично зайдет для него он редко перемещается часто сопрессит и с двойным выстрелом повышая меткость прям класс полная защита от критов ему вообще не нужна потому что он как правило находится на дистанции от противников обходить его крайне сложно поражение ракет я не рокет но там есть еще неконтактные мины и а это это массовый овервотч да в прошлый раз я его брал но в прошлый раз я брал еще кажется мастер сержанта без двойного со стабильностью платформы двойной выстрел прям особенно особенно учитывая его метку и шреддер то есть он может просто два раза точно выстрелить и повесить стабильно естественно метку это без вопросов и сделать еще короче стабильность платформы попробуем ему дали меткости троечку оставим его в покое точно нужно брать может взять инжа еще одного потому что в прошлый раз нам инжа не хватило а что у нас за местность городские кварталы контакт вскоре после приземления так стоп а медик у нас с третьим званием все еще усталость один день день вот он не успел вернуться пальто ну ротация есть поэтому берем второго медика это не такие проблемы не такая большая проблема стоит ли брать разведчик с инвизом для страховочки у нас два слота то есть ну возьму с инвизом три разведчика опять играть слушайте до меня только сейчас дошло что миссию поезд можно вообще пройти разведчиком а не там же полу укрытие когда ты к этому подходишь кажется если передатчик полу укрытие то нельзя пройти если фул укрытие то изи берешь скидываешь пушку враги у тебя всегда с левой с правой стороны то есть ты всегда от них закрыт кавером в любом случае закрыт кавером ну передатчики полу говорят да это тогда плохо так что у нас еще есть люди которых как бы хорошо было бы прокачать а я еще снайпер не взял давайте возьмем снайпа потому что винтовка есть ладно медик разведчик разведчик допустим мы не берем разведчика потому что третий разведчик ну куда мне его пехотинец пулеметчик снайпер и ну либо инж для стабильности либо кого-то на прокачку инж конечно гораздо полезнее то есть вот например в прошлой катке у нас могли быть просто бесконечные дымы еще и гренки то есть мы могли и кавер снять мутона и обезопасить то есть он он же гренку еще кидает дымовую свободно да давайте нжа возьмем так сделаем предметы доступными поехали к сожалению пока у нас еще с вами нет обновленной брони разведчику этому дым надо бы убрать да даем сканер медики страховочно хорошо дмитрий михайлов да пулеметчик с прошлого раза окей я пулеметчику на самом деле прицел в следующий раз бы выдал пока выдаю так но кажется мне придется убрать его чтобы снайпу а нет нормальный инженер то как раз вот инженеру бронька нужно надо снять с снобас разведчика и броню может максимум поставить да давай так потому что инженер он контактный всегда блин да что ж такое у тебя не было брони что ли ладно нужна броня нужна броня кто броню куда дели броню еще одну блин три же было ну не пойму а все увидел у медика наверное пулеметчику уберу тебя блин он такой клевый ладно но он не обязан так близко подходить жалко ну не хватает сплавов ведь я экономлю броню придется еще какое-то время подождать да снайпер выдал броню вообще одарен на михаил так у нас тут что туманные берега надо дымы взять густые будут полетели и там все еще кружит и налог который я не сбил никак садимся вот здесь на полученные деньги надо внимательно подумать либо мы должны заказать еще один перехватчик по всему миру либо спутник 3 либо заказать броньку еще у нас 4 новые брони нет 4 3 4 новых бронек хватит 4 плюс 3 у нас как раз 7 на состав то есть один снайпер с хуком 3 нубаски брони опа так ну здесь я вижу что можно место хорошее предварительно очень хорошее потому что у нас с одной стороны есть full cover full cover с возможностью двигаться неразрушимые 2 полных укрытия неразрушимое укрытие в первую очередь конечно же мы берем разведчика у которого нет инвиза убеждаемся в том что у него нет инвиза расстраиваемся да и выбираем снайпа ставим его в угол я бы сначала у велоразведчиков вперед поставил бронированных товарищей дмитрий михайлов дмитрий михайлов к сожалению не добегает как собственно и пулич потом мы с позиции будем блин как вот не хочется мне без оверов дмитрий михайлов лучше чуть подальше на свою ручку два выстрела с гарантированным попаданием это извините прислушиваемся внимательно летуны мутоны так инж идет вперед на позицию а улич стоит очень хорошо дмитрий михайлов пока сюда этого пока сюда арен срочно скан закинем ты давай сюда и меткость держу сектор буду насторожен я весь в готовность номер один летуны все внутри надо сюда подвести второго дмитрий михайлова скорее всего блин закинул бы скан михаил хотя бы длину проверить вот это вот чтобы с фланга все не вышли я понимаю что шумят по центру но вот такая вот хрень могла произойти там два пака и полить их сейчас крайне вредным позиция плохая я пожалуй его так дмитрий михайлов поставлю дальше просто улыбаемся прицеливаемся а это полный пак нифига себе куда он улетел снайпер уже ни хрена не видит по понятным причинам потому что ему вот эта хрень мешает но подводить его ближе это ошибка нет ждем смотрим как он будет двигаться этот пак о еще один пак такте уходит наверх вижу мэлт надо забейте на него сейчас наверное попробуем а мы не сможем мы не сможем тут снять если только гренка снимать стенку ждем мэлт протухает мне нужно чтобы вернулись по крайней мере правый пак ну в смысле первый пак направо вот так вот сейчас мы кидаем сканер и триггерим хотя это другой вообще пак ё-моё ладно кидаем скан второй и инициируем первых летунов я надеюсь что снайпер все таки да, одну цель он увидел стреляю скритом так чтобы ага и они подходят так пятьдесят шесть по второму никак шестьдесят восемьдесят семь плюс овервотч я думаю двойная здесь лучше будет шансы достаточно высокие были по что дмитрий михайлов все равно с этим скорее все справится потому что нет не справится зря я просто зря короче надо команду делать на дмитрий михайлов и стая вставать на овер сикеры третий пак отступают окей а тот не отступит уже никак на боеготовность бегают внутри пока мы их не пулем ну хорошо значит у нас есть возможность и снайпером пострелять с хорошей вероятностью убиваем сразу на самом деле можно брать уже вот такой угол сюда вот подводить 2 кого-нибудь вопрос только кого потому что тут кроме разведчика нормальных то есть разведчик это ненормальный товарищ лучше уж инженера подвести если честно разведчик сюда вернуть а вот этого сюда поставить хитрые какие-то ротации сам не понимаю что происходит сикеры улетают летунг своим чешет перезаряжаемся верим улыбаемся потом скорее всего будем закидывать гренку как-то по-хитрому а не да у тебя видимо гренку нужно закидывать но если закину гренку я могу сполить сразу два паком и мне не будет возможности нету даже даже вообще никак надо дальше скан закинуть до мутон кто же еще надо как-то вот так закинуть сканчик чтобы он эту часть помещения открыл нам да прям стоят кучей два паком им там летун рассказывает про страшных икс чем овцы вот дмитрия михайлова это да ты брешьешь ты что ну с другой стороны что мне делать вот как мне быть нужно инициировать это понятно но они ж гады не чешутся вообще поэтому мне придется просто выводить инжа 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 вас понял не нравится мне эта идея с инициированием таким есть ракета бы туда да да спалили хорошо я специально хотел вот с этой стороны подойти чтобы не спулить два пака одновременно но я пулю ёпреса ты у меня сейчас не в позиции еще люди некоторые ну давайте стреляем стреляем по мутону 75 бах минус литон по мутону попали он уже ранен он уже кричит второй выстрел дмитрий михайлова 75 на подзад крита не прошло на попадание прошло мутон уже в шоке три хита вместо тринадцати все изи сейчас раскатываем две грянки через приказ взрываем все кайверы к чертовой бабушки ой как зайдет ческак зайдет на на бах броня правда все поглотил он командор подходит говорит есть команда от чем андера и давай еще разок такую же гренку бахаем такую же что подожди тебя пол хода это глупость конечно было сначала дым кинуть потом гренку сам же говорил чем анда да звучит конечно не очень что у нас по снайперу вообще не определяется товарищ и подходить весьма опасным отсюда разведчик должен работать хрена с двум блин с дымом я конечно накосячил дмитрий на овер тут тоже нельзя ничего сделать а шо ж такое то что происходит люди добрые даже на овер поставлю что-то хреново режим скрытности ладно они видят только инжа в этом плюс который за полным укрытием мутон в шоке он но к бою готов летун улетел этот стреляет 18 окей этот на оверях ловится и не долетит никаким матче макаром не долетит 33 уже опасный броня поглотила и издеваем есть уже одна цель это бедный мутон мне его немножко жалко на самом деле нет ушатываем раз и я думаю надо просто перезаряжаться верить ханкерить ханкерить здесь скан бы еще кинуть потому что там же один упырь в инвизи один процент целеустремленный товарищ знаю правда не алло я пошла но сейчас уже алло лучше произведется взрывается машина слушайте а кто там остался ну кроме этого сикера это понятно было я смотрел вокруг что но не увидел что там вокруг снайпа кто-то это что прилетел такой один-один не могут пробить снайп видит еще одну цель давай стопроцентный крит не будем щадить да отступи просто чего-то пусть лезет на оверы у нас этих оверов мутона не жалко кстати хорошо посмотреть по f1 что у нас там осталось один искатель 1 литон это он который видимо сразу свалил надо скан кинуть если осталось до сикер летит бедолага его реально жалко этот ну эти то понятно бобры не попадут но есть дмитрий михайлов герой новосиба все дела который без шансов ну литон где ты там проявись не хочет надо разведчика конечно брать с молниеносными пытаться пытаться сокращать увидели он там снайпер тоже его видит крит откатился пробуем убить карит не пропер к сожалению 60 процентов вообще учитывая то что он последний давится да он последний мы можем подойти дмитрий михайловым и шатнуть его просто такси вероятность кстати прокачали парочку невысоких и на ложка летает к сожалению ничего сделать не могу два повышения у снайпера и у нового разведчика за еще сплавы пришельцев и нам дали денег 180 сейчас вопрос эти 200 баксов на корабли на корабли надо надо запускать спутник в северную как там исследование по вскрытию как раз ксенобиология да нам нужно запускать сейчас спутник в сша кажется время вскрытие допросов уменьшен переводим туда перехватчик язык закупаем там перехватчик в северной америки но перевести можно чтобы освободить здесь отсюда вы можете управлять перехватчиками отправляйте их в любые нужно заказать еще спутниковое покрытие если расположить воздушный флот на разных континентах я продаю стропа вообще передавать летающие объекты противника вообще перевести нужно конечно было этот ложка сбить не можем это гарем опять сканет маленький блин ну на маленький надо пытаться это как раз уже вот под спутник кажется противника это мелкие но надо сбивать мне времени мало будет учились куда давай мочи его мочи 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 есть одна секунда осталось так хорошо в россию полонелая пока не забыл сразу перевооружаем еще откатываться будет ее моя с перехватчиками конечно просто беда а исследование изолятор так стабилизация так крит изолятор понятным вскрываем с бонусом три дня сектоида до хлика мутона это нам даст и снайпером и этим ганнером нашим пехотинцам бонусный урон по этим целям плюс возможно появятся запросы на трупы я надеюсь что появятся запросы на трупы и я начну наконец сбагривать 35 часов по оперативникам пальто вернет может быть пальто подождать как медика потому что у него бонусная экспо идет да давайте 24 часа ждем 24 11 часов до фрагменты оружие инженер нет как бы не промотать успеть так все вернулся у меня прям потею сижу тут слайм рейнджер 25 процента бонус на экспы это от убийства надеваем пальто вот у алиски кстати есть уже эта тема с врагом нет вот выборочно прицелит на максимальном уровне получают они дмитрий михайлов и алиса пока не могут себе позволить будем ли мы брать инвизного разведчика прокачали мы там разведчик одного да но не до инвизом кажется да это просто разведчик который и того разведчиком не докачали то есть нас по сути все еще один разведчик с инвизом а тут надо брать одного из пулеметчиков точно точно берем снайпа этого они очень похожи только в андорны есть еще обилка дополнительные непоколебимость делаем палача 78 снайпер апнуть конечно же надо тоже блин учитывая его меткость может быть ему позицию не брать и выйти в урон там правда всего лишь единичка можно профессиональный стрелок взять чаще для снайпера не хватает именно крита неточности то есть тут стабильно 10 крита еще меткость по да давайте возьму так как раз мутонов простреливать без прицеливания оптимиста можно медика подкачать значит звание проверить а что за местность лес редкая средняя растительность это очень хорош пехотинец у него уровень базовый меткость прекрасный плюс характеристики неплохие но я не знаю штурмовики точно нет надо в пехотинце возьмем скорее всего 2 медика есть еще одно вакантное место я без разведчика напомню еду это плохо не берем разведчик берем топового разведчика то что может марксманскую марксманскую винтовку сделать хотя бы одну опять же все деньги упирается надо после этой миссии тем более у меня разведчик будет такой не боевой итак начинаем алиса умница берем ей винтовку берем ей прицелы прицелы снайпер хорош пулеметчик скорее всего без брони но мы пехотинце учитывая меткость надо все таки давать и лазерную винтовку и броню что медик оптимистом ну ему тоже винтовку понятное дело но ему прицел не так нужен разведчик спринтер может быть ему даже не марксманскую винтовку давать вообще на маневренность дикую ну типа пистолет и пулемета будет у него 21 единица скорости он будет просто все сканить допскан ему даем вегас 88 говорит привет сейчас на игромире подумали что я представитель организации за футболки гг пиар менеджер буки кингдом кам еще что я буду по представителям с честью с честью делай это передавай привет и скажи что мы всех любим уважаем ждем у себя на площадке я возьму саппорту естественно лазерную винтовку пальто должен быть защищен иронично ну ладно и ставим ему что прицел просто а гатлинг точно нужно еще поменять гатлинг поставить вроде бы все то есть у нас из их это алиса плюс снайпер хороший неплохой пулеметчик пальто топовый естественно ну и качаем и пехотинцы медикой и нового разведчика фигасе нового разведчика это старый разведчик разведчик у нас тоже топовый но он не боевой ладно поехали на ложка была маленькая нас ждет два три пака плюс один защитник в россию конечно упал в отдаленном районе надо туда съездить пока пришельцы не явились с пресс-версии гранаберитом говорят нет центр я рейнджер в районе крушения противник не обнаружен штурм один готов занять корабль вас понял рейнджер штурм один попытайтесь войти попытаться войти сколько раз уже входили какой же маневренный разведчика я побежал на пол хода называется побежал не нравится мне местность если честно стартовая имеется ввиду но я традиционно увожу снайпа по добру поздоровывать сюда куда-нибудь чтобы он был банально выше плотных товарищей защищенных и полезных что самое главное выставляем за первое укрытие но остальные прячется там где придется сейчас прислушаемся потом сканы пойдут справа уже что-то тут шумят не надо сначала подойти на половинку до полного укрытия но вдруг я увижу сюда не вижу сюда тоже вряд ли выбор конечно колоссальный ладно давай сюда по ощущениям было вообще очень близко закидываю а тому же тарелок вижу 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 да ты сейчас должны быть там вижу мэлт врагов не вижу а вон ты мэн снайпа все таки под полу укрытие поставим да и уже пошло можем по струлякать потом вывожу на будущее алиску здесь пупыри тоже подтягиваются да всех переводим сюда мочись так трейфинг мэн один сектоит теперь понятно кто у них там папка вижена нет но благодаря мобильности разведчика мы все равно сделать ничего не можем за полное укрытие не подходим не пожалею кину скан хотя нет подожди они часто на смогут выйти а давай а давай нападай ах вы гады хитрые самые до жуки хорошо следующий раз дохожу он спал сегодня на часа четыре ну сегодня мои приехали в 8 я что-то до их приезда еще проснуться раньше еще будильника короче вот но запланированные дела взаимых так сделали за пару часов и день освободился ребята но я пытаюсь найти людей нахожу такие все кто это не неинтересно сын мэн уже интереснее поехали все кто это в шоке 20 мэна тоже поднапряглись немножечко я бы поставил поставил сюда бы это он уличим я посмотрю как будет действовать самая большая проблема у меня здесь заключается в том что нет нормальных укрытий видите они бегают по полу каверам и впереди болото просто блин мед хочу собрать может быть я с разведчиком охренеть пойти мед собирать я понимаю что это нагло но хочется 78 снайпер продолжает работать одинаковая практически была отметка потому что фул укрытие с бонусом собрать мед свалить как вы думаете норм да отлично почему нет а свалишь ли ты такой вопрос мишка конечно очень любит мед а дым есть приказ можем блин хочу приказ не достаем не я разведчика буду пытаться спасти и бой и значит изяло им уходим мы молимся на ого ручь мы готовность нормально мы готовность нормально собрали мед просто лайка босс мишка очень любит мед да ну я за мелдом давно не бегал на самом деле 93 по фулл каверну но это из-за угла исключительно извините бах надо так и ты тоже у нас тут под ударом да но у нас появляется кто правильно пулич а пулич что может подсопресить а может просто ушатать раз минус один да только ты не докачан так чтобы два раза стрелять а так план был неплох в принципе 75 хорошая вероятность мне нравится ах ты гад а вернутые какие-то они все ненормальные этого надо убивать пытаться вы там правда приспособленец здесь мы не увидим скорее всего врагам вы из укрытия нет чуть-чуть подведу конечно понтяшем но кажись это все да молимся они ранены красный туман но 22 процента есть 22 процента везет у этого уже пистоль не такой серьезный поэтому живем но я здесь конечно уже накосячил лучше вот так пожалуй что он оверн обернутый и к этому можно подсократить если что ну если там захочется увеличиваем угол делаем меточку на него не надо так делать и факт что его убьешь этот ход молодец хорошо первый пак закончился биркуток подписался у вас спасибо биркуток эмнат кейма 25 из нас да сферон давненько привет ладно я ушел я не услышал кто там следующий кажется там были опять фильм мэны если потом если все таки то что я услышал является тем что я услышал блин как сложно прицеливаемся не 10 мест не должен подходить вообще и заряжаемся выбил айд привет со мной поздоровался а сейчас кончику жарко че-то жарко просто жара а где гуф ну он будет я уверен что в этом трае будет гуф этот вопрос когда еще поезд впереди еще баржа потом только говорят начинается игра после этого так ну разведчик с такой маневренность у меня конечно очень импонирует прям ну нормально заходит увидел врага этот враг кто а уже защитник снайпер ты как хорошо работаем плох защитил так сейчас теоретически должен срабатывать скрипт и люди должны лезть на меня если это работает так как 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 раньше то есть как только ты шатаешь этого упыря начинается движуха все начинают стягиваться к тарельке помним что сканы у нас есть слышим мы фильм мэнов мы классно можем бегать далеко можем бегать мы можем кидать сканы мы это все делаем еще один-два пока ну что-то не хотят выходить гады я подведу пулемет это послушать хотя бы в какую сторону сдвигаться а а вас даже непосредственно в тарелке что ли не такое возможно конечно полное укрытие побежали да вижу стоят но снайпер вряд ли простреливают простреливают вот это пул вот это пул ну дырявые там тарелки просто что 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 случилось кто это сделал так вижу нами у них вряд ли конечно он будет но я бы прошел сюда чтобы на всякий случай прям уж вот совсем на всякий тут стоим хорошо я считаю а верим ждем друзей да правильно сделал что ушел что все время могли обойти не понимаете да откуда звук снайпер уже не работает жалко пока перезарядимся ну надо подходить что поделать направлять на точку бойцы у меня есть информация противники тоже поэтому поэтому подходим хорошо тарелку лазером порезал это да и они выйдут на меня хорошо часто снайпер поэтому должен работать моя готовность да уже вижу не есть даже пострелять можем а у снайпера нет отсюда есть целеваясь так тут можем стрелять только по одному 80 процентов меткости нет не надо делать вот как ты хотел сейчас сделать я чё хотел просто пометить этого товарища а второго за сапресить что с да вот я хотел сначала просто выстрелить а не пометить это это была бы ошибка потому что сейчас 80 и 90 процентов разницы это в два раза блин сокращение вероятности промаха и мы промахиваемся первый же раз так давай-ка приказ конечно алисе да я не хочу этого оставлять живых вы чё спасибо второго мы просто сапресим с мяточкой вместе напомню что снайпер то работает между прочим по этому упырю чтобы было совсем все хорошо я ставлю и на него метку даже код с ним как увидеть кому там нужна x пабло вот этого бы качнуть там овер а за убийство то больше получаешь команда не откатится давай вандорну тогда выйди выдадим попробуем жалко ну значит убиваем снайпер и вот тоже нужно качать так возвращаемся на базу у нас появляется пара повышений пальто еще апнулся господи он же предпоследний уже у так бы гранаты позволяет бросать гранаты и стрелять из гранатомета на огромное расстояние но это не про нас в ажурона вооруженный опасен но он не такой часто короче спринтеру надо брать у него будет такая конская мобильность просто 19 при том что он с винтовкой а где снайпер сокол у меня кстати есть один товарищ под под соколика да надо соколика сделать выкачиваем тут еще одного сапом элери сплавы поврежденные вещи продаем на на сером рынке сразу же я бы хотел сейчас попродавать борт-компьютер и и позаказать еще один корабль потому что у меня мне сложно будет пережить еще из недели у меня будет 3 ok причем нужно может еще одну пушку лазерную сделать 3 сплавов ты что сплавов 75 михаил не погоди лучше сделай марксманскую винтовку например хорошая тема хорошая что еще хотел хотел прицел сделать у тебя один прицел типа чинится броня через два дня уже будет и винтовок хватает марксманская будет вообще хорошо снайпер нас как правило 1 эти четыре брони сделаем 3 брони добавятся нет по эквипу пока ничего делать не надо что по школе офицеров кстати у нас 91 97 размер отряда последний то есть нам нужно 6 повышений через пару повышений будет подполковники огромное количество у это хороший бонус да там либо ты меткой сбаваешь либо ну за за континенты либо бонус скволь и защите защита кажется плюс 5 сумасшедшее количество бабла нужно как если я сейчас не начну резво продавать трупы это инжи за сплавы не отремонтировали прицел вскрыли сектоида что расскажут о сектоиде сектоид щебечет я быстро вскрываю наверно мутоном потому что мне сейчас пока бонусы от вскрытия идут и у меня снайперы и пехотинцы скоро будут стрелять значительно сильнее там плюс 2 базового урона будет добавляться этим врагом ой только не поезд астроном четыре ученые нифига себе у меня к этому моменту в прошлый раз совсем была другая ситуация да кажется плюс два спутника у меня было на тот момент но по исследованию ё-моё и тут денег дадут это с ингменами я без брони на эту миссию вынужден идти прекрасно жду от вас хороших новостей а люди-то мне не готовы есть ну есть шесть человек то есть семь есть как раз по подкачать понтяш молодец дзен пару штурмашей причем с дробовиком пару инженеров с хреновой меткостью что доктор прописал болен что-то стремновато ладно вся надежда прости господи на понтю а по им пулеметчиком две единицы меткости всего дали мне саппорта нет вообще саппорта нет все три медика отдыхают сложно будет миссии спят меткости дали у понти уже вооруженный опасен может ей прицел что я не дал прицел у нее а да прицел конечно плюс четыре меткости да ладно дробовик у нас один есть веерный лазер и я так как раз будет товарищ агрессия мастер ближнего боя это вообще на баз мне не нравится то что сейчас я наблюдаю по просто по бойцам то есть я не успел в броню и два основных состава отдыхают а потому что я подкачивал подкачивал вроде полезных людей медиков разведчиков но как бы видимо видимо нужно больше количества нубасов брать в отряд то есть брать не двоих а троих в отряд ближний бой с именом то что он то предлагаешь лемминга брать что ли что и от этому то я лазерную винтовку отдам меня может спасти что это скриптовая миссия я ее неплохо помню то есть мы сидим в помещении по скрипту в первый ход появляется с имен в спине второй спин с имен появляется на крыше дальше все появляются уже за пределами первого строения при этом есть паки между твоим строением и следующим у меня у меня будет овервотч конечно хороший овервотч понтяшу ну у нее 100 меткость без штрафа по оверу она будет разок стрелять аптеки точно аптеки ё-моё штурмовику вместо увеличенных магазинов точными комплект чтобы не страдал пулеметчику точно он будет тоже стоять слишком близко нет комплект и наверное второму штурмовику возьму место базового прицелом что же такое медкомплект а у меня еще снайпер ой и как раз прицельчик у тебя нет снайп нубас но ну то есть вообще нубас только сделали но благодаря тому что а лазерное оружие б прицел и в dgc снайперский лазерный прицел получается в хороший бонус тоже под соточку выходит человек 90 91 но мест смущает то что это не основной состав и мне нет брони садимся ну что от крыши вообще отыграть в любом случае отодвинуть назад для того чтобы скриптовых тенденов поубивать они мне помню мешали жутко у лаваш привет доктор марадзуки проводит для совета важнейшие исследования надо вывести его к точке эвакуации и забрать в надежное место рейнджер будет ждать вас до другого конца здания у нас как бы снайпом смысле еще один день он же процессе изготовления еще скажи плазмы будут еще титановской брони вроде не поспоришь с человеком но я занимаюсь исследованием питательной техники а ты что я смогу установить откуда прибыли эти существа а я здесь наверх то не заберусь на право идти то есть я должен как-то болен меня может спасти то что это скриптовой миссии то что в принципе тут можно ситуацию контролить крайне мере надо пытаться как одного вообще мастер ближнего боя штурмашут хорошо может стоять в дверных проемах штатами она любит подходить штурм один сейчас будет жарко на вас сюда скриптовой падает куда-то эти на крышу может рандом нет рандом на крышу в боеготовности сразу что делать тарпа подписался на премиум что что прятаться верить можно с уверенностью сказать спасибо большое тарпа за подписку позволяют лететь выше скорости света подвигаюсь пробуем словить на аверах блин еще могут ворваться да заходит ёбареса ты никогда такого не было и помним что у нас один на крыше нужны достойные укрытия хотел бы я знать из каких глубин космоса прибыли эти существа какие ресурсы на это потребовались мне не нравится ситуация потому что они сейчас будут подходить дверном проемами за фулл кавером стоятик я как дурак тут буду без без овервочи и их встречает вот 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 это мне не нравится я думаю надо сдвигаться надо чтобы и ком подходить любом случае надо сдвигаться всеми под под понтю ну здесь оверточным здесь оверточным оверточным ханкер не хочу им подходить он вроде как без дробовика поэтому может пострелять поздравляю мальчики еще один скриптовый нет отряд пришельцев готовьте пушки я упырить и сзади настораживает так ну это понятно приземлился скриптовый ну чё улыбаемся обходят верно что маша сейчас поближе сюда поведу по-другому куда вот они убежали ли стоят на овере ждут ну вроде кто-то перемещается да эти двигаются может это другой вообще пак там был как раз пак между меня зданиями еще скриптовый сучок я не знаю что делать то есть наверх я забраться не могу отсюда мне нужно все здание обходить я выйду на пак справа это абсолютно точно где-то ходят два сэмэна в паке идет слева один на крыше и 2 на крыше да очень много сверх снять он до сюда переставится я подожду еще несколько ходов мне нужна какая-то информация может где-то кто-то мелькнет уж на кого-то на вере убьем ну а не осторожны конечно давайте медленно сдвигаться вас понял в сторону штурмовикам спешу я сам возможно это стыгерик поехали фланги неудобный конечно все бобер правый проход не держишь ну там не при никогда не приходили я сам туда выходил полил и ко мне шли сейчас враги были с левого прохода как можно догадаться по трупу и враги на крыше ладно допустим если я пытаюсь забраться на крыше не забираешь знак а вот отсюда только на тогда ты все все на свете полишь михаил просто все пулишь я не хотел бы все пулить давайте проверим вот так я пошел ой 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 кажись три герили упырей там по сидушке есть да уже есть vision 63 процента вы издеваетесь понтяш понтяш понтяша не видит надо сюда ставить понти но блин тут мешают упыри то есть она не успеет зайти и ханкер сделать у меня с крыши реально могут снять ханкер ей надо делать наверху просто стоит на овере друзья это вот самое такое опасное не выйти не выйти да травит чего я следовал впрочем ожидать был активировал премиум о блай спасибо тебе за прямочек а если я буду стрелять то а любое действие я понял даже даже пробеганием плохо понтим она уже нас уже немножко раненым подходит да здесь на углу луу я попробую проверить штурмашом а вдруг да здрасте сто процентов добрый день ой 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 капец ну чё пытаемся вписаться давай гренками сначала надо спасать лучше кавры сносить мы кавры у него здесь не снесем он основатель не ящик снесем поехали я не знал что из дробовика я пробью стену понимаете вот ну не ожидал я этого блин не ну понятно run and gun но я не хочу далеко выходить но мне нужно штурмашом пройти сначала потому что я могу сейчас за проход забаррикадировать не будет больше вашего так понтяж голову вниз блин так не хочется напоследок пулить пак а не факт что я убью его из гранаты вот в чем дело не факт что я в принципе докину до туда ну сюда видимо надо вставать не выходить типа не такой большой риск теоретически с богом не надо пулить никого нет твою мать сразу два пака я прошел одну клетку поэтому еще 57 процентов 59 не знаю почему а потому что у меня не дробовик блин нет Миша что ж ты делаешь твою налево будет сделано блин дай пять урона 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 не знаю вообще не в позиции не забываем что у нас еще есть людям сверху понеслась есть уходит 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 он уходит он уходит флангану ты решил свалить так надо срочно убегать отсюда нахрен о не 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 нет промах 708 держись режим скрытный стек схем блин 31 держись держись думаю еще одну сим-6 не на 2加入 попал не но этот будет летит нет овербочь живем живем так я под сопрессом так я же не понимаю кто не спросит ну как живем не отсюда хрень я отсюда хрену иду на самом деле но этим товарищем откуда прилетает еще раз так ну смотрите врагов миллион я думаю что надо в любом случае отступать возможно его подлечить нет что штук штурму выйдут штурму выйдут это лиминг на самом деле 3 штурм у нас перспективный точный но он не уйдет во-первых он словит over во он словит и он не уйдет отсюда он отсюда просто не уйдет какие варианты вариант найти кто стреляет но это что-то я не пойму его не они показывают никто дверь закрыть нельзя нет дверь нельзя закрыть рывки уходи не это не поможет там бы два выстрела по 80 плюс дожди с рывком команда еще нет стреляет за бочкой за какой бочкой по звуку можно попробовать мне кажется что отсюда где-то дыма ханкер уже говорил дыма нет вот ханкер хорошо на самом деле то есть его можно не на его убьют его с фланга убьют просто смириться расставить заранее людей на позиции чтобы не было паники в случае смерти человеком пацанами распределиться как же мы снайпер тут не нравится он должен вроде как на длине но выйдет там сверху еще могут быть люди поэтому что у него большие шансы пострелять будет далеко не с этой позиции что он как раз все перегораживает мы грянки конечно можем снять эта штука тоже может перегораживать я грянкой сниму стенку а вот дальше не факт я нормально овер но сейчас мне будет шатать будут так шатать народу там миллион в теории могут еще сзади прийти я наверно штурмаша переведу на правом они вроде не идут внутрь но могут черт подери ну как пойдут так и нет как пойдут ты их не встретишь давай его сразу сюда я пошел инжа далеко уводить не буду потому что гранаты надо уметь кидать тут собственно рывок 86 оверс 45 попали хорошо блин это третий штурмовик лейминг ты главное не не тильтуй сейчас миш не тильтуй эта миссия изначально для тебя сложно потому что ты набрал всякой фигни еще один пак спали они нравятся мне такой vision сумасшедший отойду перезаряжусь вот понти начинает стрелять вот вот на нее расчет на самом деле в этой миссии то есть она хоть и не с двойным овером но опа секера будет жрать минжас сучок или випа випа жрет отпусти тварь погибает к праву я уже там одной целью меньше о нет по понти стреляют овер давай давай надо не убила а он уже вероятность прокинут 50 повезло надо понти вместо этого поставить хэриком сзади нет хорошо что не успел ёпресс это я вертел просто вот такой вот такую вот тактику клёвую отравишься же вась у тебя аптечка нормальность так пулич да пофиг панкер панкер ребят надо попадать сейчас может фланг прилететь ну не надо нет сапресс там нет фланга там все уже еще один выходит о 99 процентов еще выходит нет снайпер ранен а я пустой тут почему-то как мастер ближнего боя не не работал вас надо подойти вот так штурмашон так опасно давай так все равно 100 процентов будет перезарядиться секунду дурак блин надо было конечно так там же двое дам нет там один грянку ты не докинешь сапресс да давай сапресс на этого если вдруг по каким-то причинам не добьет ганер так снайперов уводим фонтик перезаряжается и аверит ловнис мне кажется надо не жалеть грянку и не закидывать сюда в этом упыря там посмотри сколько у нас спули на людей еще пять человек но 4 нет не побежал нет убить его убить нет нет минусы сейчас будет почему ты не побежал нет не vip снайпер минус да хрен с ним с этим снайпером хрен с ним с этим снайпером хорошо господи четверо ученых 200 этих там снайпер такой ну бас ну все отпусти забудь господи господи жестко зато лечить никого не надо мы потеряли третьего штурмаша по полезности и третьего снайпера у нее первое звание было у снайпер мне даже обиднее что я потерял винтовку у меня же галка стоит винтовку прицела я потерял лазерную надо их конечно сделать будет сейчас для начала михаил тебе нужно миссию пройти так по секрету и випа схоронить в смысле сохранить сохранить а не схоронить лет сейчас начнется да по-прежнему схоронить о выходит молодцы сикер мне не нравится как вип стоит он что-то вообще не в том числе он активировал премиум о кораблик зон спасибо за активацию сзади что машет туда опять фланг может быть твою мать я пошел но естественно сам виноват пробили не сильно но чисто морально неприятно изи штурмаша можно потерять поэтому я им прям бегу-бегу через ханкер я бы еще сюда вышел чтобы на случай если кто придет я в курсе был что далеко не все во первых те паки которые заре спались плюс еще скриптовый будет появляться так думаешь скриптовыми конечно попроще что их тупо меньше мы приблизительно знаем где не появляются сейчас лечимся у меня последняя аптечка остается на да выходит есть хороший крит hello минус thing-мен с отличной вероятностью и остается один thing-мен спуленый но не сломленный и как скажите я наверное не буду ждать когда он выйдет ко мне во фланг я лучше буду продвигаться постепенным ой понти понти молодец перезаряжаемся я пошла я саму внимание сканирую так плохо быть леммингом ценит меньше винтовки ну да если навыков нет то проще там ну понятно где этот ходит пыль уже понятно пути не торопимся дружи выдвигаюсь пол хода пол хода овер пол хода овер еду ой я чуть не мискликнул на самом деле с контролем сейчас мячку ханте как обычно отличный контроль спре бак я не могу пройти что за люди а ну не могу я пройти туда типа как будто дверь закрыт ну и открыть ее тоже не могу ладно ты сюда ты потихонечку тоже потихонечку ты потихонечку мэбби сикер он мы же не пулили сикера поэтому вряд ли я думаю что это баг а не сикер он и не шумел и мы его не пулили не думаю давайте смотрим что у нас там по врагам я бы понти подвел но у нее к сожалению тут укрытий вообще нет сикер еще пишут эксперты ну сейчас подождите он там постоит он видимо не нападает по каким-то объективным причинам ждет когда я от випа например отойду да сейчас нападет ребята все нормально сейчас ваш сикер уйдет а главное верить в сикера так разведчиков нет все плохо так точно слушаюсь у меня скорее вопрос к понти добежит но надо вот до этого кавера добегает уже хорошо я обо всем позабочусь полен тут фигня выходит напоминаю что у нас не семеро а пятеро уже он левее там кто то есть инфа соточка проверяем увидели где ну где то он точно был выхожу сделаю это зря я так а вот ты что 40 процентов не 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 нет попал надо было понти вперед ввести штормовик уже удар не держит его надо лечить а тут укрытия в принципе мне не было хорошо сидел о а там полу о't ой нельзя делаться так тоже нельзя делаться У них меткость вообще никакая Ханкириум Я бы, конечно, хотел Пуличу подвести, но Хоть левее 40 меткость, овер Мне вообще к нему никак не подобраться Мне его и не прострелить И не пробраться Надо его выманивать на этого Если использовать аптеку Потому что штурмовик у меня Все-таки Должен еще поработать С ранганом он может добежать До врагов Подбегает, подбегает, подбегает Стрелять 55, нет, опять по нему Нет, Понти его не убивают, естественно Потому что крита нет Фух, промазал, ну слава тебе, господи Согласен Согласен Понти, видишь? Видит Работай, мать Блин, ну что ж ты делаешь, а? Говорит по-немецки И у нас есть гренки, как бы Я штурмашом, конечно, подойду Потому что мне комфортнее за фулкавер И мне все равно видят Можно даже 50 потравить тут Молодец Пулечи надо вывести заранее Реагируют они по випу Все, остались только Скриптовые создания Порядка 4-х человек Мне кажется, 16 на этой миссии Три человека Я помню, 16 Я пошла Так, доведи эту миссию Ничего страшного Ничего страшного Ты потерял двух людей, у которых было Первое звание у одного У второго Ну, три миссии он прошел, ладно Команда, Чумандр Дичьмовые стрелки Два лемминга на респе Не согласны Но я слишком много на себя взял На старт Готовьте пушки К вам приближается отряд починников Похрена себе Ребят, давайте, 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 давайте Есть, молодцы Просто это такой рандом Вот где он появится И сразу фланг у тебя такой Возникает Не, надо двигаться По полу Полуукрытию Наверное Точнее, по полхода Просто Уже без привязки К укрытию Просто сдвигаемся Всеми Два раза Не випом А именно всеми Для того, чтобы Дойти вот до этого места Потом отрезаем Ну, потом бежит Этот на полный ход Мы тут добегаем До укрытия Можно даже Три хода таких сделать Потому что Противники, видите Тригерятся По випом Двигаюсь к точке И последний ход Наверное, штурмовика Поближе Потому что там Наверху Может на этом Где-то в районе Этого здания Он появляется Расставляем пацанов По-всякому А еще ты потерял Штурмов Искрой миссии экзальта Нет Я потерял Третьего штурмовика Два других штурмовика Топовых Они у меня живые В фатеге Вот-вот Эксперты Господин Нуб Ну вот я понимаю Почему у тебя такой никнейм Ну что ты умничаешь Что? Я вот Евгений периодически Тоже спрашиваю Что ты умничаешь Не знаешь и говоришь Все, все на позиции Вип пытается пробежать Да, вот и он Нет, это рандом Не, какой противник Вы что? Это Показалось Все, Випа спасаем Миссия уже выполнена Хотя Випа Вы помните По нему там Снайпер его прикрыл Своим телом Объект в безопасности У нас новая задача Отлично Штурм-1 Ликвидируйте Оставшихся И возвращайтесь Изи Изи Наверное Блин Понтяж Вообще Не к месту Она здесь стоит Я скорее Вот так вот Нужно Там Мне его верни Сработал Побезло Это Это Команда Готовность Номер Один Ясно Начинаю Наблюдение Как скажете Перехожу К обороне Я Обо всем Позабочусь Скорее Давай Друг На понте Полезешь Это Рискованное Мероприятие Очень Рискованное Блин Ладно У нее Фулл кавер Овервотч Хорошим Пробуем Простелить 50 на 50 Изи Пускай Сегодня Не повезло Но игра Продолжается Блин Ну что ж Ты Да Он Не должен Видеть В общем Сейчас мы Его гренкой Бахнем Еее Да Миссия Непростая Для меня Была 15 человек На этот раз Хочу Понять Попа Квадратная Там Сковорода Конечно Два Повышения Ранения У штурмовика Но есть у меня Штурмовик Еще один Есть Элери Сплавы Трупы Хорошо 236 И четверо Ученых И поврежденные Вещи Лазерная Винтовка В ремонт Чиним Но произвести Быстрее Чем Починить Может быть Сделать Вторую Снайперскую Винтовку Денег Жалко Что у нас Там По Штурмовикам Расскажите На секретной Операции Богус И ранение Да Товарищ Казался Прав Я же Отправил Одного Штурмаша А этот Был Не совсем Нулевый Блин Снайпер Блин Нулевый Штурмаш Нет Я вообще Раньше Без штурмашей Играл Ну что Что Сейчас Начинается Опять На сером Рынке Конечно Можно Попродавать Но я Жду Запросов Я Вскрываю Людей У нас Уже 30 Ученых Две Лабы Копать Не хочешь Ну куда Ты генератор Бахнул Михаил Ну что 120 Так Бронекостюмы Делаются Когда У нас Будет Секретная Операция Через Два Дня Ладно Успеваем Вроде 90 Повышение Ё-моё 93 Стоп Я же получил Сейчас повышение Почему не зафиксировались Или надо их Обязательно Поднимать По уровню Вряд ли Это глупость Какая-то Снайпер У нас Последний Последнее Звание Ей дали 6 меткостей В конце 102 Точность У снайпа Но к сожалению Она будет Без винтовки Сейчас проверим Нет Фиксируется Повышение Даже если Ты их не сделал Окей Закажи 1пп Лазер на всякий Кстати Да Пистолет Пулемет Я еще хотел Лазерный пистолет Пулемет Да для этого Для марксмана Нашего быстрого Можно еще Лазерный пистоль Не Доставим 228 Денег Мне кажется Что маловато Плюс Еще Возможно Корабль Надо будет Третий Брать А может Третью Лазерную Пушку Третью Лазерную Пушку Сплавы Есть Как раз Не надо Будет Снимать С этих Да Давай Лазерную Пушку Третью Бронекостюм Готов Панцерка Готова Иллирий На ученых Я Иллирий На всех Готов Отдать Просто На всех Бронекостюмы И Бронекостюмы Еще Два Бронекостюмы А Слушайте Я должен был Заказать Еще один С крюком Да Мне же Не хватало Не так дорого Стоит Но Надо Второй Брать Что-то Денег нет Михаил Что Куда Делись Деньги Секретная Операция Михаил Вернулся Еще За бабло А Как Вовремя Люди Возвращаются Прям Под секретную Там Снайпер Дмитрий Михайлов Разведчик Новый Только Пушек Не будет Да У Снайпам Мемориалов Помянем Ну вот Да Видите Снайпер Был Нулевым С двумя Операциями А этот Был Уже Получше Три Задания Надо Новых Качать Так Что 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 Миссия У Нас Четыре Оперативника Эвакуация Добыла Разведан Местонахождение Я Уверен Что Вы Справитесь С Этой Непростой Задачей У 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 Ну Разведчик Без Инвиза Да Дмитрий Михайлов Обязательно Снайпер Без Этого И Пулеметчика А стоит ли Вообще Всех Оперативников Брать Не 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 Стоит 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 Так Разведчику Даем Броню Или Снайпер Снайпер Наверное Полетели Давайте Дадим Пока Фалангу Лазерную Винтовку Увы Прицел Конечно же Сканер Боя Оставляем Дмитрий Михайлов Панцирный Бронекостюм Дмитрий Михайлов Мобильность Еще повышается И здоровье Больше Панцирный Бронекостюм Один Беш Привет Мел Лазерная Мел Лазерная Хочу Снайперы Правда Зрения Минус 4 Я Бобр Опытный Если Что Загрызу Возьми В солдат И не Подведу Буду Служить Верой Пекой Вера И Пекой Давайте Нам Надо Снайпера Выбрать У меня Был Товарищ Какой Типа 68 Хреновая Мобильность Все Хреновая 67 Вот Лоис Чтоб Не Забыть И Убрали Сразу Так Пехотинец Да Снайпер К сожалению К сожалению Без винтовки Но Зато С меткостью 102 С двойным Выстрелом Блин Вот Винтовочка Конечно Очень нужна Вторая Пулемет Тоже Панцирка Гатлинга А давайте Дадим И разведчику Тоже Бронекостюм Че Мобильность Немножко Пониже Будет Но зато Мы Увереннее Себя Чувствовать Будем Так Тут уже У нас Двойной Выстрел Поэтому Поэтому Сюда бы Прицел Конечно Но прицела Нет И отбирать У разведчика Отбирать У разведчика Точно его Нужно Отбирать Медика Нет Соответственно Этот нужен Аптечка На всякий случай Надо качать бойцов На миссиях Это непростая миссия Для меня Там конечно Штурмаж У нас есть Который Выключать Может Но Некоторые миссии Можно Вообще Говорят Пройти Просто Пробегая Не посмотрел Эти попираться Но вижу Что местность Уже открытая Для снайпа Хорошо будет Сразу же Видим Медиатор Поддержал Ваш канал На 100 рублей И сообщает На лазерную Винтовку Ну у меня сразу Вопрос Не охренели ли вы Спасибо Медиатор Нет Тут как бы Одного Сразу Шатаю Но там же Их Не один Там до 4 Человек Может быть Я вижу Трех У меня Каверов Нет Как бы И снайпер В первый ход Не стреляет У меня Первый раз Такое Ну с богом Друзья И не убиваем Еще Конечно же Вижу Противника Мое Три человека Отступаем Сюда Можно Ага Отступаем Просто всеми Отступаем Фулкауэр Сюда Куда Надеемся Что Не прилетит Там Ракетчики Есть Может От этого Сюда За Полу Кавер В Ханкер Да Я не хочу Сами Вместе Сидеть Ханкерим Нет У тебя Подожди Здесь Вроде Фланга Нет Выполняю Но Сюда Нельзя Ставить Или Можно Я думаю Даже Нужно Так Мы На самом Деле Можем Сейчас Вырубить Если Если Ранган Вырубаем То Вырубаем Ну а Стоит Ли Мне Сейчас Тратить Ранган Так А ты Можешь Как ты Будешь Спускаться Скажи Мне Отсюда Да А У тебя Полный Ход Да На Рангане Ты Добегаешь Почти Куда Угодно Что с Маневренностью А 18 То есть Чисто В теории Ты можешь Подойти Сюда Посмотреть Если Кто Или Нет Если Есть То Вырубить Хорошо Если Нет То Пропускаем Ход Ханкер Я не хочу Ранган Трать По сути Я могу Просто Вырубить С одного Хода Один Передатчик А с Рангана Второй Ой 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 Еще Один Пак Слева Надо Вырубать Черт Какая Отвратительная Позиция О Четыре Человека Так Подстрахуй Не подстрахуй Что-то Все равно Плохо Получается О Мне это точно Вырубать Надо Я как раз Добегаю До передатчика Давай Ох Первый передатчик Выигрываем Ход Точно Надо Выигрывать Ход Да я Тыкаю Молчи Так Здесь Надо найти Остальные Трансляторы Здесь Работаем Уже Более Свободным Необычная Винтовка У меня Двойной Выстрел Не Давай Лучше Этим Постреляем Там же Метка Что я Туплю 71 А Дмитрий Михайлов Как Вообще Никак Да Ему Сюда Надо Слушаюсь Там же Работать У тебя Тоже Метка Есть Ж Есть Дим Ты по Любым Можешь Да По Любым Окей Начнем Тогда С тебя Скажем С ближнего Товарища Молодец Попал Метку Поставил Плюс Дмитрий Михайлов Бахает По нему Потому что Тут вероятность 70 А тут 90 Здесь мы Переключаемся И ставим Выстрела Делаем По разу Два Выстрела 56 Попал Все Снял Сразу 2 46 Промах Но Метку Поставил А почему Снайпер Не Баги Пошли Короче Опять Ну Кавер Ушел И все И у Снайпера Нет Возможности Пострелять Я снайпера Вот сюда Блин Там Гренка Может залететь Передислоцируюсь Наверное Сюда Так будет Больше целей На будущем Целимся Это Баг Это тоже Баг Старого Икс Чем Разбегаются На рангане Я второй передатчик Бахаю Сзади Еще Скриптовые Побежали Надо валить Это будет Блин Волнуюсь Сори Начинаю Так Здесь У нас Точно Рананган Хотя Не добегаем Буквально Пару клеток Р Рананган За Передатчик Плюс Он еще Может Потом Пострелять По Вот этому Фланганутому Все Можно Эвакуироваться Посмотрим Насколько У нас Тут Так 58 58 58 58 Это опасно Давай по нему Хорош Выйдет Все будет хорошо Ты вот этого пробуй У тебя же лазерный пистоль Не зря тебе его дал С критом ты его убиваешь Давай Молодец Здесь два выстрела Один такой Оттого Мы флангуем 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 же Не флангуем А там дверь открыта Ах ты гад Ладно Стреляем 77 Ой Молодцы Молодцы Размираем Ну тут естественно Разбираемся Четыре выстрела 70 И плюс Плюс десяточка Не понял А где ты второй выстрел Ладно Стреляем Раз И стреляем Два Они сейчас отключены Еще на ход То есть еще запас Бегут новые Сейчас скриптовые Появятся Перезаряжаются Новые появляются Вот этих можно как раз Вальнуть Потому что они флангуются Дмитрием Михайловым По крайней мере один Раз Еще один флангуется Вообще шикарно Миссия Из такой поганого Просто старта Превратилась Просто в чудесный Расстрел Уже полтора десятка Где-то да Сколько там Человек Ну человек 12 мы убили Не 8 всего Осталось трое Стреляем по дальнему Что мало их А может быть Это из-за того Что наших оперативников Тоже маловато Если есть овер Тут я естественно Просто валю Просто валю Но я хочу дострелять Овервотч Хорошо Что я забыл про него И там двоем Да ладно Нет Нас обстреливают Не шути так Пес Так еще один Еще один Ладно Этих двоих Понятно как Вышатываются Меня больше снайп Интересует на самом деле Я бы по нему Вжухнул Своим снайпером Что тут как бы Есть с кем справляться Да А пулич Вообще по двоим Работает Минус один Двойной выстрел Откатился Минус два И почти Так Минус три И по битому снайпу Стреляем 62 Красиво Ребят Молодцы Согласен Еще не все Появляются новые Три человека Рокетмен Сейчас надо Хорошенечко подумать Стоит ли нам вообще С ними зарубаться Потому что двойного Выстрела нет Я думаю не нужно Постреляли и хватит Командир Агент доставлен К точке эвакуации Развед данные При нем Можете либо уничтожить Оставшихся на позиции Врагов Либо вернуться на базу У нас новая задача Спешу Ну я постреляю Напоследок Тем более у нас Есть возможность Поставить метку И стрельну Дмитрия Михайловым 87 все-таки Как-никак Ну хотя не убьем Мы его в любом случае Нет Не убили Все Улетаем Оценка плохо Что Почему плохо Слышите Вообще Как царь отыграл Отменная работа Михайлов получил Повышение Последнее Теперь он будет С выборочным Прицеливанием Наносить еще На 2 единицы Базового урона Больше По изученным целям И меткость Плюс 3 К сожалению Ну у него С меткостью Да 92 Так У Богуса При использовании Умения Стрельба на бегу Критическим Попаданием Увеличивается Полный защит Откритов Палач То есть Полный Максимальный крит Короче будет Палач Такое Наверное Защита от критов Он часто Находится в местах А тут Давайте криты Разве данный Экзальт Полученный Сканить пока не надо Я вот жду Когда у меня Полтора десятка Сотрудников Вернется Там часы Дни Местами Но больше Ну короче В течение трех дней Вернется Большинство Что у нас Молимся на кораблике Да Думал заказать Третий Думал заказать Третий Заказал пушку Отремонтируем Прицел Хорошо Отремонтируем Лазерную винтовку Снайперская винтовка Пушка на корабль Бронекостюм Пистолет Полимер Тут вскрываем Финнмена То есть у нас сейчас Будет по сектоидам По Финнменам Бонусный урон Потом мутонов Сейчас вскроем Да Финнмена вскрыли Это кстати Проект В ритейном На аптечке Думаю Надо вскрыть мутоны Проект быстрый И как раз у меня Бонус по Скорости И мутоны Одни из самых главных Противников Они плотные И как раз Если у нас Ключевые дпсер Типа снайперов И пехотинцев Будут наносить Плюс два Еще с каждого выстрела Будет очень хорошо Летеки не хватает Конечно же 92 97 93 Подполковники Скоро будут Но я ограничен То есть мне нужно Либо бахать лифт И уходить дальше Но это дорого У меня тут проблемы С баблом Я бы на самом деле Взял спутник Еще один Есть конечно Проблема С защитой Этих самых спутников У меня их сейчас Два Один И второй делается Да? Что-то я не вижу Где он делается У тебя Наверное он дальше будет Не все отображается Да, давайте Сделаем еще спутник Надо тут вообще Три А по-хорошему Четыре Леммингов Потенциальных Не покупаем Да есть еще На выбор Такие Чуть выше среднего Отремонтировали прицелы Элери на Инжей Окей Повторюсь Я За Инжей Хотя из-за отсутствия Летейного цеха Мне не дают Насколько я понимаю Скидок По производству И летей Как раз Очень нужна Надо все-таки Покопать Давайте лифт сделаем Делаем лифт Не хочется Время тратить Вдруг сейчас Повалит по баблу Оооо Террор Террор Без штурмевика Кайф Сколько есть времени 24 часа Кто-то успеет вернуться Да Разведчик Инженер Пехотинец Блин Без штурмашей Конечно Идти туда Наверное Богуса Надо вытаскивать Из фатига Пусть он будет Раненый Но Это зомби террор Да Говорят Сейчас Так Дороги Коридор С множеством Машин Да Мы были Уже Здесь Сейчас Надо Очень аккуратно Мотать Два часа Разведчик Разведчик бы помог Конечно Чтобы не спулить лишнего Чтоб мирных спасти Кажется У меня автопауза Идет При При Ну в том случае Если Да Разведчик вернулся Больше никого не будет Да у нас Не Больше никого Один перспективный Пехотинец Есть Одного Разведчика Берем Медика Обязательно Инженера Обязательно Надо повышение Проверить Штурмаша Вытаскиваем Ну и Леммингов Надо брать На кого На штурмашей Мэллоис Мэллоис Не хочешь штурмашем Побыть Не Давай Лучше Вот этого Возьмем На штурмаша Не знаю Кто это будет И Мэллоис Все равно Возьмем На саппорта Кажется Мэллоис 14-3 Да Лучше Не будет Хочу воевать Говорит Машинки же есть Машинки не хочется У них и оснащение Хреновое У машинок Так Ладно Здесь понятно Пока так Штурмаш Ключевое Здесь Товарищ Веерный Лазер Панцирный Бронекостюм Керамику Оставлю И еще Расширенный Магазин Возьмем Стреляй Беги Вообще Отлично Если это Зомбари Вот У нас Просто Штурмовик Должен Вытаскивать Инженер Учитывая то Что близко Все-таки Панцирка Меткость Неплохая Гранаты Дым Идут Лесом Осколочные Берем Фугасные Тоже не нужны Берем Осколочные То есть Да Осколочные У нее еще Бонусный урон От гранат Он сапер Медик Оптимист Юн оптимист Качается Нужный человек Аптеки Прицел Это рядовой У нас Штурм Давайте Штурмовик Андердарк Мишка Бавер Я изрядно Задачен Значит Деньги в развитии Кс-чума Внес Оперативникам Не получили Наши все страны Волнуются На средства Кончаются Давайте Вот этого Штурма Штурм Давай Андердарк Андердарк Просто напомни Что ты штурмовик Чтобы я не забыл Разведчику Мы вроде как Пилили Хрень Пулемет Этот легкий Классный Но Не допилили Поэтому Может вообще Не брать Разведчик Не Сканеры Могут Пригодиться Давай Возьмем Тебя Все-таки А Нет Лазерного Пулемета Точно Нет Лазерной Винтовки Нет Там Одна Ремонтируется Фалангу Раздаем Еще Нубасом И Перецел Не Я уберу У этого Лазерную Винтовку Поставлю Штурмовую Разведчику Выдам Не марксманскую А лазерную Винтовку Да у нее меткость 7.94 И наверное Даже вместо Сканера Я бы взял Ей прицел Не Не нужно Ладно С Богом Друзья Это террор Что-то бойцы Заканчиваются Это меня настораживает Отправляемся В Индию Там для нас Есть работа Пришельцы Нападают На самые Заселенные Места Убивают Простых Людей Простых Работяг Из чатика Убивают Фух Ну что Ооо Вижу Мирного Сразу Штурм Один К бою Готов Жду Приказа На выброску Подтверждаю Первое Что я делаю Это спринт До ближайшего Полного укрытия Хорошего Типа вот так В инвиз уходим Карта очень открытая Здесь Закидываю Скан Ориентировочно Сюда Что-то От той стороны Мы немножко Прикрыты Кого мы видим Крыс видим Крысы рядом С мирными Ну поехали Богус Пошел Вперед Пулит Пак Две крысы И один Добрый день Ой Стреляя Беги Мне некуда Бежать Хорошо Подходим Помогаем Не ну тут Как бы Понятно Что мы Шатаем Их Просто вопрос Что делать Дальше И кем Шатать Давайте Качать Ну басов Подходим Чуть ближе Овер Добивать Тут не нужно На самом деле Лучше овер Хотя нет Лучше добить Оптимистом Опять Леммингом Он юный Оптимист Так Сейчас Зомбарь Справа Мирный Хочу Сразу Спасаем Минимальное Количество Необходимое Я его Не снял Да я иду Успеет Мирного Зашатать Из-за Ваших Эти Блин С вертушки Убрал Сразу Слева Еще Толпа Зомбарей Че ты Смотришь Обычно На таких Картах Два Или Три Пака Зомбарей По Пять Шесть Человек И Два Три Пака Крыс Дальше Вижу Мирных Штурмовиком Сразу Пробегаем Сюда Нет Не сразу Пробегаем Сюда Ты Кидаешь Второй Скан И смотришь Кто там Кроме Зомбарей Есть Рядышком Кого ты Можешь Спулить Вась Кидаешь Смотришь Да Там еще Зомбарей Человек Десять Просто Сейчас Ворвусь Врываюсь Смотрите Как там Раннган Еще Раз Первый Выстрел Первый Обычный Выстрел По цели И без Укрытия В один Сланге Не считается Действием То есть Вот Типа Это Не считается Я Перезарядить Смогу Отлично Я бы Туда Инжа Подвел Если честно Что Тут уже Можно Закидывать Прям Крученые Прям Можно Закидывать Главное Мирного Не задеть Ой Михаил Ладно Поехали Раз Кайф Такое наслаждение Что я получаю От охоты А тут же у нас Еще один остался Блин забыл про тебя Извини 92 Алло Так Ну ладно Давайте Коцаем Потихонечку Сколько Экспы Да Ну штурмовик Здесь вытаскивает Вот реальный Он Прям Очень нужен Коцем 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 Сейчас еще Кучнее Подойдут Там Еще Пак Крыса Давайте Нападайте Давай 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 О О О О Уже Мастер Ближнего Сработал Бах Это бесконечно Пока патрон Не кончится Не надо Не надо Не совершай Не совершай Ошибку Блин Мирного убили Куда он А там Еще один Мирный Сейчас из-за этого мирного они Хотя они нормально скучиваются Да, очень хорошо Прям все хотят эту девушку Все зомби такие Но они такие вялые, что Ой, сейчас может заблочить ее никто не проатакует Хотя они есть вот это вот Заблочили, заблочили не пройти Просто что? Вот до него ход дошел А он пошел в другое место, что? Блин, какие мозги Какие мозги, да ладно А нет, есть еще вот Да, дошли, все-таки убьют ее Ой Но кучность, конечно, космическая Здесь будет сейчас Опять к мирному пошел Вот ты пес, а Блин, хочется спасти, конечно, но Давай, давай, подходи А, не подошел под раненган еще Бах Еще толпа зомбарей Хочется, конечно, спасти мирных, блин Но Там еще один пак Крыс И Тех, кто Так, ну что Я считаю, что Вот эта тема Она не считается Потом я считаю, что надо подойти Вот так Михаил, а вы отчаянный Люблю Пострелять Просто я простой работяга С дробовиком Тут, конечно, напрашивается Гренго для начала А я, наверное Инженером-то Попробую тут покоцать А потом уже расстреливать Причем расстреливать Начиная с С дальнего Вот с этого вот Потому что Он на раненгане Не Не Прищучило Повышение у оптимиста Уже отлично Отыграно А что я боюсь Я не пойму Давай спасать мирных Убежали Ясно Право надо шатать Вот того вот К нему, конечно, надо Прям Хорошенчик попасть Разведчик мне поможет? Конечно Конечно же Здесь надо Снять часть хп У У человека, который Вот у этого, короче говоря Ой Все готово Не спасем мы, видимо, мирного, да? И не факт, что я у этого снесу хп 81 Молодец Этого хватит Должно хватить Крыса, крыс Так, ну девчонку там завалили Поэтому бегут Мастер ближнего боя Бах Добрый день Эти не доходят Мне бы хватило патронов Я об этом Не подумал На самом деле Что вдруг Мне реально не хватит патронов Чтобы тех двоих Шатать Эти же первые ходят Ой, хорошо, что Один не дошел Я прям рад И дай бог Этот не дойдет Дойдет, гад Не дошел Ес Это очень хорошо Что будем делать, ребят? Вяленький вы Что? 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 Как? Почему не работает? Я патронов не досчитал, скажусь Нет Как? Там же две клетки всего было до него Он же раньше стрелял на большей дистанции Чей это труп? Андердарк, прости Блин У нее патроны есть Все в порядке А, одна клетка не считается А, точно Да-да-да Так, ну давайте подрезаем Для самых жирных С перезарядкой А теперь бой Да, этого Гранд им кинет Зачем гранд тратит? Их штурм расстреливает всех Просто я Забыл про Про эту клетку Они не могут пройти Мимо штурма Просто все Даже если захотят Они не доберутся до нас А так-то он триггерится На третьей клетке Получается, да? Вот на этой вот Да, рад Даже на четвертой, кажется Прошу обыкновенный гроб Пару выстрелов Над могилой Посмертное звание Да Нет Ну только немирных Ну куда ты полез-то, Вась? Этих надо защищать Кадоев Короче, передислоцируемся сюда Работаем Поэтому упырем Да я не хочу, чтобы Паника возросла В стране Поэтому максимально Пробуем Нанести урон Что ж ты будешь делать? Такие вы не очень Ладно, здесь выстрел Не считается Перезарядка Ошибка, кстати, это была Потому что зомбарь Может сюда пройти У меня вроде Есть страховка Последняя Да ладно Спасли этого мирного Оптимист повышения Что второе, что ли уже? Давайте я подстрахуюсь Все-таки вот этого Попробую Забрать Хорошо А здесь кто? Харисолит А, убили И вылупился из мирного Ой, надо сейчас Продвигаться Добивать этот пак Там остался последний пак Рисолидов Опять пошел за мирным Но этот не убьет Там был еще один Там же третий был Уже 9 человек остается Уже как бы Если еще один То все Насколько я понимаю Двигаюсь к точке Блин, хоть подходи Прям Прям подходи Перезаряжаемся Да, это будет Стандартный мой нелепый террор На террор Как раз вот штурмовики Очень нужны Я бы мог даже разделяться То есть по двум направлениям Эти То есть тут главное Что штурмовик Делать будет Блин, убьет же мирных Вот это я не рассчитал Я не видел вообще Этих мирных здесь Отвратительная ошибка Опа Вот этот может подойти Не, не подойдет Своя у него Какая-то там Да, еще минус мирный Ну я двигаюсь дальше Поехали Ты что здесь делаешь? Конечно Твоя семья и дети Уже давно-давно умерли Спасаем Сейчас подходим А там безлики встает Выхожу Андердар Говорит Экстренные новости Был убит оперативник Андердар Он погиб На память Будет вечно Ибо чем Андердар узнал Что его оперативники С скилом ближнего боя Не могут работать По противнику Да Это Breaking news Короче Slowpoke новости Перезарядиваюсь Слева одна крыса И прямо по курсу Еще пак Да Крисолидов Еще зомбари Ничего себе Ок Зомбарь Ну там еще крыс Но кажется Это уже последний Оттягиваемся Пацанами Оптимист продолжает Там настреливать Молодцы Молодцы Зомбарь Такой смайлик ставит Что зомбарь Твоих мочим Это кстати Какой-то быстрый зомбар В белом Какой-то особый А еще минус граждан Просто так они Лихо убирают Гражданских Мне срочно Нужно штурмовик Интересно Underdark был Штурмовиком Или нет Супер Сумасшедший ДПС Мне стрелять нечем Так Жалко Патроны Закончились Потому что Ну потому что Я не могу Халявный выстрел Сделать Слушай У тебя меткость Хорошая И крит Хорошая Лучше Поэтому пострелять Надо ближних Вышатывать Мэллоис Пытается Этого Попасть Раз Здесь поэтому А тут Ну выстрелим Тем Отступить Перезарядка Так наверное Сделать надо Хотя нет Тут есть еще Возможность Пострелять Что я недооценил Опять мажет Какой ветер Просто Произряжение Способствую Раз Кстати Сколько людей Тут убили Уже 23 человека Из Известных Еще троем Передержаемся Пулись Пробую Да Вот он Покрылся Ох Какие шустрые Ребят Вы чего Так Не считается Да Повышение У бакуса Давай лучше Этого Потому что Он за кавером Типа Стоит Два Вообще Крисолидов Не боится Ну таких По крайней мере Единственное Что мне сейчас Нужно Жетов Убивать Крыс Для этого Необходимо Подвести Блин Блин А ты же У нас Пустая А какая разница Пустая Не пустая Метка Ты из пистолета Поставишь Походим Тут как бы Надо убивать По-любому Стреляем По крысе Метка Сто процентов Дальше Штурмоваем Винтовочка Молодцы Ну и там Дальше Практически Сто процент Шанс Перезарядка Еще Крыска Это Вылупились Из мирных Добегает Слава богу До мастера Ближнего боя Получает Сразу Бодрящий Выстрел Из лазерного Дробевика Тут еще Кто-то Бегает Похоже На зомбарей Скитаются Так Ну подтягиваемся Я хочу Штурмовиком Дальше Продвинуться Хочу Вот Того Крысалида С пулей Тищем Добиваем Перезаряжаемся Вот А представляете Два штурмаша Что делают На таких миссиях Им даже Саппорт Никто не нужен Они просто Идут вместе Пулят Все на себя Рядом Держатся И просто Расстреливают Людей То есть Они идут Бок о бок С дробовиками И все И Ушатывают Всех Кто подходит Тогда будет Сложно Вообще Сложно Я потерял Оперативника На миссии На которой О Бах Да Он не добегает Все равно Он добегает Но не атакует Даже если Проатакует Там броня У него хорошая Блин Ну что Что такое Так Давайте Сюда Считается Считается Крыса Так добиваем Ну Ребят Вот Давайте Не будем Мы сейчас Давай Меточку 90 мимо Давай гренку Оставим Ну Мало ли Что Справимся 83 Молодцы Последний 29 Плохо Сейчас Паников В стране Снизится Но В смежных Поднимется Я не знаю Где это У нас Происходит И у меня Еще Поддержал Ваш канал 322 Рубля И сообщает Миша Тебе еще Нужны Добровольцы В ряды Бравых И кщумовцев Гэмбл Хотя у меня тут Фруктов Еще Но Нет На самом деле Гэмбл Я тебе в конец Писка Гамбле Спасибо тебе За поддержку Просто Нужно еще Фруктов А потом Роза Или поза Поза Скорее всего Абсессус В общем Там много всего Паника Индия Прицел Бронь Ооо Прицел Минус Что по панике Да Все Минус Страна Австралия Индия Ну Австралии Еще нет Но Индия Да К таким миссиям Нужно подходить По другому То есть Ты должен Реально Спасать Людей Как выяснилось Ученые На сектоиды Хорошо А лес Возвращаются Все возвращаются Поддержка Лесом Ремонт Лазерной Снайперской Очень многие Вернулись Сейчас По мутонам Начнем Хорошо Работать Еее Так Новое Исследование Хороший Вопрос Можно Ксеногенетикой Мелт И моды Делать Лерей Долго Ну Это Моды Это В лаборатории Мне пока Некуда Ставить А если НЛО За чуть не дает Бонус по точности По тарелке Не знаю Кстати Дает Говорят Андердарк Делай Если Здравствуйте юсь Если Пепе О Смотрите Сын Андердарк Андердарк Хорошо Андердяк, ну ты тоже в конец очереди Андердяк Андердяк В честь папашки назвали Почти Действительно, если вот и на ложке Как выяснилось Мы сейчас исследовали и, видимо, бонус получим Проведя анализ, да Мы смогли усовершенствовать обучение пилотов Наша система вооружения позволит атаковать слабые места По данному будет носить больше урон Мы сможем взлететь больше сплавов Исследования очень быстрые И я думаю, что, учитывая то, что сейчас Нас будут рейдить НЛОшки, надо А, и у нас еще проблемы с кораблями Так, когда пушка будет? А вот, вот, вот она Так, теперь мы в ангаре В кораблю Даем лазерную пушку Рискуем Потому что сейчас 7 дней, я не буду там Так не надо было делать Это уже слишком поздно Обнаружен объект Да, нет доступных перехватчиков Правда, это рейдер, я его не сбил бы Если игнорировать неопознанные объекты, можно потерять всю систему спутника Можно потерять, о, нет, сплава нет Сплава за деньги не готов поезд что ли трудновато двадцать девятый не дрэд ноут с одной стороны у меня все вернулись вот реально все вернулись я могу попробовать поезд пройти ударным отрядом у меня есть мега разведчик который в принципе может рашануть в конце это не тот разведчик вот он разведчик нет не тот разведчик вот разведчик не не тот я же мой разведчик с этим нет вот фенрир просто не по не отображается что у него есть спринт еще ой может ударно ставить на тарелку да да это было бы хорошо не второй вариант это взять леммингов с громом и попробовать проделать тот геройский поступок который я ледокол поддержал ваш канал на 100 рублей сообщает михай не забывай про нулевой ход дело в том что дело в том что в прошлый раз как вы помните у меня не было вообще ситуация была к этому моменту отвратительная то есть у меня были доступны только только лемминги ну и два танка вот ты в школе в церковь не получил достаточно звание нет как раз от самые самые важные сейчас должны идти самый последний ли он антивирус поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает присягаю монументы бобру и прошу взять в ряды элитных элементах я не знаю если у меня была бы гарантия что мы товарищи вернуться до дредноута но кажется не успевают они успевают вернуться дредноут хотя не факт может им даже винтовки не давать но умеем пистолет-пулемет надо выдавать что у них маневринс было выше не вернуться говорят поехали берем последних мобильных леммингов блин может одного разведчика взять хотя бы чтобы он просто последний ход добегал до этого до дредноута хорошо я буду просто да наверное я разведчика тупого возьму с инвизом а мне есть второго разведчика у бэтмена инвиз нет здесь мы тогда без разведчика идем на дредноут более как стрёмно то да я помню там там ограничение на количество ходов да есть нулевой ход это плюс но народу там тьма с инвизи с ядом травят душат мутоны по скрипту появляются а тебе нужно двигаться вперед четыре точки занять а потом в будку про пробежать сейчас я просто пехотинцы мне просто хочется максимально этот этот момент отсрочить хорош конечно наверно и она дпс тоже по виду столько народу чтобы идти на дредноут надо пройти поезд на дредноут можно и стал их взять поезд надежно проходить тоже верно в конце концов мы сейчас можем выбрать даже из второго состава пацанов клёвых то есть не берем дмитрия михайловну берем алису например да один снайпер одного не берем второго берем да давайте не будем аркадить пробуем эту миссию пройти надежно ох ты надежный какой пальто ох пожалею об этом дмитрий михайлов снайпер разведчик так стрёмно просто блин пульчи не хочу брать вообще никакой маневренности у него нет никакой маневренности нет даже инж полезнее будет ну либо дать пулечу просто другое пулемет но он будет не лазерным так ладно берем в общем вместо топового снайпера второго снайпера вместо дмитрия михайлова точнее место алиса дмитрия михайлова то ротация стандартная топового разведчика оставляем на дредноут хотя блин у него инвиз михаил у него инвиз и маневренность прекрасно может пусть лучше инвиз и сканы это мне прям очень сильно упростит задачу плюс он бешеный как как не знаю кто он со спринтом да давайте топового разведчика возьмем пулеметчик нет медик 2 нет пехотинцев двух понте алису оставляем снайпера берем пулеметчик нет можно этого пехотинца прокачать перспективного оптимиста кстати медика можно и разведчик тоже то есть просто инжа может здесь хорошими же между прочим нет нехорошие мне казалось что у нас там был инж получше но кажется он ранен да усталый вот это вот товарищ лучше у нас ой ёпрс это так то мне 2 пехотинец бы зашлахать хотя ты взял 2 пехотинца окей ладно давай посмотрим что бэквип и может он и так пальто пальто брони должно на всех хватить или на одного там не хватит только пальто у нас берет винтовку фалангу и пока все дмитрий михайлов бронекостюм блин винтовок нет надо утаскивать всяких простите медиков винтовки у него меткость 110 не вообще там расстрел должен быть цинганов мы таким составом должны просто ушатывать людей снайперская винтовка вроде я восстановил да есть броню такую блин тебе прицел нужен медика забираем прицел сап овервотч да сейчас посмотрим как у нас там все у нас стремно да лучше на дредноут потом либо чередовать состав либо если уж захочется совсем у меня есть у меня два состава сейчас и на этот хватит и на тот хватит и если там какая-то левая миссия прилетит мне даже ну то есть из усталости можем вытащить то есть нормально наверное то есть я сначала разведчиком максимально до фулл кавера добегаю просто у тебя пистолет пулемет нет лазерная винтовка лазерный пистолет пулемет вот сделали у него маневренность 22 22 скорость то есть он просто пролетает главное чтобы фланга сразу не было а то он может пролететь на экран и спорить но мы приблизительно помним там где где враги дымы нужны ну а мы дойдем до дымов у нас вроде инженер вот под вопросом последний дымы могут пригодиться так с нормально все нормально 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 пехотинец панцерка скорее всего так и оставляем ну есть приспособленец и свинцовый дождь разведчик да медик лазерная и у нас одно вакантное место одно вакантное место пулеметчики сразу минус второго пехотинца может быть но мне кажется не надо брать инжа надо брать инжа потому что он как раз может особенно с густым дымом если есть с густым дымом да туманные берега у него есть ну естественно бронекостюм тут не обязательно на самом деле ему хотелось бы даже пистолет пулемет дать чтобы он по маневренности не отставал фугасные фугасные или осколочные с одной стороны там часть каверов снимается часть нет так как часть которая не снимается они полукаверные которые вдоль идут там есть пара правда этих штук возвышения там тоже полукаверы сами они не снимаются короче давайте берем осколочные и дымы какой у нас план фенрир разведчик выбирает фулкавер в начале первого вагона где-то в этом районе смотрят где враги если не спулил то кидает скан дальше ориентировочно кидает по левую руку от этого снайпер старается как можно быстрее занять позицию на мосту при помощи крюка если конечно получится окей все двигаются максимально на первый ход но смотрят опять же где находятся враги это как бы план на старт дальше мы продолжаем после убийства первого пака двигаться от фулкавера к фулкаверу благо у разведчика колоссальной мобильности он может себе позволить передвигаться не будучи замеченным вот основная группа двигается вдоль поезда снайпер стоит на крыше хотя к нему будут прилетать мутоны блин а снайпер то у нас ну вот изучили нет у нас только Дмитрий Михайлов топовый с выборочным прицеливанием он вообще будет шатать всех то есть он будет шатать сингменов просто вот с одного выстрела у него плюс двоечка по сингменам красавчик сейчас как раз вот в части с Дмитрия Михайлова ладно просто не ошибайся Миш полетели ой твою ж дивизию ах шторм один готовимся к высадке поезд летим в Китай там сейчас неспокойно о соколик надо вот было снайпера соколиком назвать но неймовский но перспективный итак 10 ходов вот он разведчик дредноут пришельцев направляется к городу используя устройство джана доктор шинь создал мощные транспондеры они смогут вывести из строя навигационный компьютер тут не показывает что у меня кавер но он замаскирован это бак видимо ооо финмены прямо здесь пассажирской железной дорогой которая проходит через весь город недалеко я не убегу на самом деле уже могу спорить их не надо наверно бахать сразу снайпом просто с места да поехали раз я салкот вот так да выполняю видит дмитрий михайлов 80 процентов погоди не торопись у тебя тут ходы на подумать вообще масса масса времени тоже спринт у саппорта есть не надо подшатывать подходим так теряем время сейчас будем из инвиза выходить метки ставить метки ставим на дальнего его сложнее всего будет шатать попали уже сразу же 50 61 внимание вопрос ну дмитрий михайлов тут как бы без 5 урона почему так мало тебя же должен быть этот враг то надо было посмотреть при прицеливании я бы дал команду на самом деле попытался здесь бы шатнуть левом можем попробовать попасть но здесь 38 процентов здесь 66 вот так вот чтобы команда не тратить не факт кстати что команда на дмитрия михайловым еще раз 80 но если что густые дымы могли спасти меня но первый пак конечно очень не очень на рандоме появился я продвигаюсь вперед фулл укрытие сразу видим второй пак тоже весьма близко что снайпер ничего снайпер не может я думаю что надо выходить из инвиза разведчиком первым же выстрелом снимается и мэнн я у тебя пистолет-пулемет 4 урона но 80 крит подожди подожди какие варианты я не хочу чтобы они разбегали сейчас но в любом случае не надо короче стрелять все правильно стреляем надеюсь на крит что убьешь ну или по крайней мере попадешь без проблем они как раз поближе зашли у нас больше народу будет свободнее стрелять дмитрия михайлова подводим ближе надо не только людей убивать надо еще активно двигаться вот в этом одна из главных задач поэтому мы продвигаемся и при этом пробуем шатать их двигаюсь на позицию мы отправим транспондер и нажимал пак спулил ничего лучше у нас нет каждый транспондер нужно установить в указанном месте чтобы обеспечить устойчивый сигнал сюда напрашивается снайп но пока еще туда можно подвести сапа чтобы просто стрелять поточнее тут уже с места можем кошки стрелять но к сожалению метки нет тут кошка не достаем но смысл есть подойти сделать кошку потому что я не доставал до угла именно вот до этого просто перекрывал вход пистолет конечно можно пострелять но пистолет не лазерный у нас не так много людей то осталось на самом деле на действии ошибка сейчас было было стрелять дважды ой молодец реабилитировал камчамандра здесь не надо стрелять дважды с ним подходить 68 вероятность не очень хорошая но учитывая то что мне все равно разведчика флангуют я должен стрелять один хит и последний выстрел так тут полного укрытия нет придется видимо лезть сюда поехали пошел вниз видим сразу троих снайпер может работать по блин классно пока что просто поход 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 пак перезарядиться вы конечно и нет времени на перезарядку вот чем trouble тоже не смогу уже увидеть очень иницируем снайпом опять видимо да поехали повышение у сокола так полу каверы вижу и может быть даже мы отсюда будем уже замечать людей дмитрий михайлов не очень хорошо тут стоит и факт что он увидит пробуем далековато людям просто далековато саппорт может сюда подойти помочь пытаться если что дым сделаем не он должен видеть ничего не не видит плохо я хотел сюда подойти но здесь тоже получается не увижу ни черта здесь нужно дымить нужно скорее всего становиться на овер димки здесь переходить вообще сюда потому что если дмитрий михайлов не достанет то возникнут проблемы тут подходим пока что полностью здесь видимо тоже подходим и перезаряжаемся фален подчеркивание темплар поддержал ваш канал на 100 рублей сообщает почему сокол всегда снайпер он же не очень стреляет ему лучше бы подошла роль ну я не знаю барда минус борда кстати сокол бард они не знают где я у них тоже вижу да нет пока что может быть хорошо что я не дошел подбегают сейчас уже есть vision но и тут работает кто правильно чемпион работает да это тоже нечем делать вообще идеально и мы подошли с вами и только надо его ушатывать час найпом просто ушатывать потому что у меня разведчик флангуется изи это минус третий пак третий пак 3 хода 3 пака так но здесь нет полного укрытия надо видимо передислоцироваться куда-то левее или правее то есть туда где по крайней мере есть кавер чтобы компенсировать кривой этот я закину скан в эту сторону да хорошо ну чё двигаемся двигаемся может даже на фул у нас там разведчик не не на фул тем более нужно перезаряжаться некоторыми ними ними нет никаких на фул понять кого оставлять вообще не хочется гонера оставляет принципе у меня снайп тут есть но такой-то валерий не мобильный заряет перезаряжается дмитрий михайлов тоже перезарядка пожалуй перезарядился дредноут пришельцев идет прямо к городу поторопитесь так нагнетают конечно тут огнетают скан кривой вот фулкар вот куда мне нужно идти я и слева не проверял справа сканом проверял слева не проверял вот еще закидываем сюда скан снайпер у нас очень хорошо на левом стоит поэтому если что перезарядку снайпа что-то как-то народа то нет сдвигаемся может быть даже на фул ход не нравится мне это а это уже последнего а это последний вагон слушайте может быть тогда готовиться к прилету мутонов то есть зайти вот сюда вот дмитрий михайлов поехали ну что снайп с мутонами сам не справиться нужно дбайсер хороший пока продвигаемся справа маловероятно что кто-то будет у нас все еще скан я подхожу немножко тороплюсь блины что такая такая музыка такой ambient играет мы засекли скопление кораблей противника похоже их выпустили с дредноута готовьтесь к бою мутоны 2 мутон овер есть есть пара оверов ёпрес это так снайпер видит сто процентов с критом рано погоди что с по стальным динтерих михайлов на черта не видит вот чем что плохо мне надо снайпом простреливать этого мутона 2 даже не успевает дойти на этом ходу ох просто так ох соколик молодец так как то у нас будет транспорт транспондер то врубать что реально оставить какого-нибудь не мобильного ганера здесь да и он бы помог все оставляем его здесь так меня тут еще фланганули рассекретили я должен пробегать вперед наверное вот так и кидать второй скан вот сюда но мутоном вроде должен быть еще четвертый пак друзьям я уж только настороженного мутона а больше никого как поближе вот так слушать а я же тут транспондер просто по включаю все изи будет и разведчиком добегу до конца мне не обязательно всех убивать ну что лезть и не стоит сикеры был пак на рельсах что а вон сказочки подсказочки принято оптимист пока к транспондеру вообще это тоже здесь особо не нужен блин да дмитрий михайлов если что с этой позиции спокойно ушатает выдвигаюсь время на исходе вражеский дредноут приближается гости киро уход а чему-то он он побежал так чё снайпер едет него не видит плохо но мутон не прикрыт бесстыжи мутон дмитрий михайлов спускается потому что штан стрелять так есть гренки есть дымы погодим погодим в принципе можем стикеров спулить просто нужно ли мне это вообще нельзя включать после включения повалят этим давайте дым чтоб не не сильно рисковать дым плюс гренку я потому что не хочу с пистолета пулемета здесь стрелять да вниз кинь просто а у тебя нет дымов вот и узнали окей стреляем по мутону нападаем с критом хорошим и на оверстали кстати учитываем отсутствие штрафа мы и в общем то пробиваем ладно давайте спробуешь так убрать дальше мы можем закинуть еще один скан на сикеров подожди мне давай сначала ты на за full cover перейдешь которого нет давай за этот full cover что не вроде влево уходили меньше шансов что тебя обойдут кидаем если сикеры то он чё снайп может пострелять да да два сикера и один сэнмен я снимаю скорее всего сэнменом здравствуйте просто через всю карту улица сикеры и рассекретили вот это ошибка зачем я это сделал сейчас можем потерять 60 процентов овер 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 о пальто блин нет 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 как же я халявлю как же халявлю о какой же бесячий голос у тебя когда-то давайте сюда стреляем потому что точно стоишь и с открытым я полагаю нужно нужно уже врубать 1 транспондеры два раза по 60 на это отлично отлично транспондер на месте если установить все транспондеры я выйду сюда чтобы стрелять по метону потенциальному навигационных систем пришельцев если все пойдет по плану дредноут врага собьется с курса и мы получим прекрасную возможность для атаки так держать штурм 1 осталось подключить двое транспондера еще чуть-чуть осталось подключить последний транспондер ничего с этим справимся а я вообще включаю улетаю на самом деле ну то есть я включаю и вот на изи запас трехода теперь вам остается отправить поезд к месту назначения у нас новая задача забиваем короче всех хватит этих рисков 60 процентов на последней клеточки там прям хорошо все транспондер выполнено выполнено там пришельцев и ждет неприятный сюрприз так и мы не запороли ветку дредноут дредноут финал очкам с приличным количеством ресурсов не тот который была в оригинале к сожалению но вот на эту фигню мы сейчас каким образом поезд добирается до до дредноута хрен его знает но убили людей тебя просто повезло согласен согласен там должно было быть ранение а может даже минус человек ошибка почему такая глупая глупая ох соколик и и этот получил повышение ох последний так точно не дымы выборочно прицеливание возможно а может его вообще плотным сделать чтобы не терять если что пофиг он не дпс рон разведчик бонус зависимости от надетой да давайте и мобильность там еще повышается у вот он соколь давайте его на дпс роп плюс 5 точность и элери сплавы 85 баксов не забывайте ну что у нас есть оперативники на баржу медик 2 топовый снайпер топовый пехотинец пулеметчики разведчики без инвиза инженеры сейчас может быть до этого еще что-то анализ истребителя хорошо что он нам дадет даст да то же самое больше сплавов элери при утилизации и и точность поэтому рейдер сейчас еще исследуем чтобы проще нам было потому что повторюсь у нас серьезные проблемы с меткость проверю разведа меткостью разведаем 103 до прекрасный там прям блин мне бы конечно сейчас недельку под вообще не вылазить из 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 коек лифт готов не знаю копать не копать прибыли новые инженеры должен сказать мы от помощи не откажемся 40 бакс уже за копание еще пар не надо влево копать сюда не надо покажет энергии пока хватает там ничего кроме так и сообщение из совета ничего одну страну теряем да спутник будем запускать инженеры медики к воле тренировка пси а бонус какой перехватчики топовый бонус это очень хорошо но я не хочу запускать спутники ради там одного инженера или одного ученого ну конечно баксы дадут не надо не успею все равно это сделать неправильно было сообщение советом ворона да не успели выйти это баржа операция совета десант благодаря транспондером дредноут пришельцев стало уязвим самое время нанести удар высадить десант прямо на борт дредноута это редчайшая возможность редчайшая возможность захватить корабль пришельцев целом нередимо нельзя упустить так я уверен в том что беру снайпера я уверен что беру пехотинцы я уверен что беру нет не уверен точно берем одного пулеметчиком а дальше вопрос я бы даже взял разведчика с усталостью из-за инвиза потому что потому что инвиз там ключевое вообще берем всех из основного состава скорее всего понтяшу берем так инж апнулся подождите о это хороший инж а у нее только сейчас густой дым появляется очень хороший инж очень хороший пока оставляем медика берем не топового к сожалению кстати а что по званиям то к сожалению мы только что лишились поддержки еще одного испугали я уже думал что игра там типа закончилась школа офицеров размер отряда 200 можно сделать уже мы же накачали ой повышение 99 у нас 600 нужно где-то добрать ну да ладно 200 короткую передышку майора мне к сожалению назначить на медика до связи командир а капитан там только на инжа а не жалей так 200 нужно плюс один человек в отряде этот ну что серый рынок средства минус 30 32 бакса блин размер отряда и я бы не взял его если спутник не запустил с бонус не получил бы так нас 6 теперь плюс 1 прекрасно жду от вас хороших новостей понти берем скорее всего надо по 2 инжа брать потому что у нас обмундирования нет давайте попробуем отталкиваться от текущего состава а последнего доберем понти пехотинец пока бронекостюм они на передовой лазерная винтовка прицел это топовые овервочеры алиса та же самая тема бронекостюм лазерная винтовка и прицел снайпер пока не забыл костюм лазерная снайперская пистолет прицел остальные кстати такие требовательные к точности так что норм пулеметчик пока фалангу пока фалангу страховочную эту двойной выстрел ну конечно тоже очень клево разведчик скорее всего масс сканы но берем естественно броню берем пистолет пулемет для мобильности 15 плюс 8 все и все инженер скорее всего панцирка потому что он впереди будет идти а по гранатам нужно точно взять дым и нужно точно взять скорее всего минус кавры фугасочку медик медик уже видите не топовый броня фаланги остается один человек у нас у у нее не будет нормальной брони у нее не будет нормальной пушки а нет пушка будет если мы возьмем второго пулеметчика кстати у него будет хорошая пушка берем в андорном и медкомплект ну вроде все может разведчику святошим зачем хорошо спалить толпу может выжить если спалили у него мобильность блин 22 он на один ход ходит так как большинство на 2 вы же видели как он там носился просто по прошлой карте раздай имена да раздать имена понти алиса у нас пулеметчик есть начинаем сверху это фруктов он хотел фруктов фенрир был инженер новый давайте гэмбл Не подведи, Гэмбл Не подведи Медик Андердяк Сын героя Андердака Блин Андердяк Папашка его, конечно Так, и последний Снайпер, не Сокол, который Пока не будем Ну что, готовы? В прошлый раз, когда я лез на Дредноут У меня не было бронекостюмов У меня был размер отряда меньше У меня не было, и только у одного Было максимальное звание Хотя тут тоже только Алиса Кажется фуловая, и то не факт Нет, она не фуловая Лаваш, говорит Забыл Давайте лаваша Будет девочкой лаваш Лаваш Серый девочка Так, хорошо Значит, медики есть Этот есть Поехали Тарелка Блин, я медиатора Зачем меня переименовал Вернуть медиатора Черт Медиатор, блин За собой следит И хопа А ты девочкой Девочкой стал, да? Короче, смотрите У нас, во-первых Сзади сейчас По скрипту Появлялись в прошлый раз Синьмены С сектоидами И это очень бесило Рейнджер сделал свое дело Но самое трудное впереди Да Чтобы захватить дредноут Нужно вывести из строя Силовые кабели Расположенные на поверхности корабля У нас нет данных О составе команды Но готовьтесь К серьезному сопротивлению У нас На старте кибердиски Сразу же Да, как только отойдем Отсюда здесь появятся Барсуки То есть надо здесь оставить Пару толковых Авервочеров Не факт, что они появятся Именно здесь Даже одного человека Здесь хватит Алиска должна справиться Остальные двигаются Не торопись, Михаил Не торопись Тарелки, кстати Пробивать вообще будем С этими с хэвиками Там же и шреддерд будет И метка И двойной выстрел И сопресс Ну, то есть Не все прям вместе Но Но в принципе можно Блин, тут Очень сложно На оберах будет сидеть Потому что У нас разведчик не очень Слышите, кибердиск летает И вот он рычит Да-да Это попробуем так Так, давайте не будем торопиться Раз Два Три Четыре Замечено движение К нам движется Отряд противника Готовность номер один В прошлый раз было сзади Блин Кибердиск летает Могли флангануть Во, и да Сзади все-таки Сейчас как раз Ушатаем его То есть Фингмены Появ... Понти, ты че, мать Че, охренеть, что ли Так шутят вообще Не смешно Проблема, блин В том, что здесь Кибердиск летает И выйти отсюда Уже я не могу И не нужно Можно начинать Почему можно было Попробовать Нет, вовер Вовер, потом скан кинем Будем выдвигаться Соответственно К укрытиям В зависимости от того Где тарелка Тут 36 человек В прошлый раз Я здесь потерял Одного И ранили Двоих Кидаем В общем, скан Сюда Силовые кабели На корпусе судна Подключены К главной энергосети Если удастся Отключить их Или уничтожить Зарывчаткой Корабль выйдет Из строя Где мутон Мутон впереди После этого мы сможем Подняться на борт Не рискуя Повредить груз И внутренние системы Дредноута Я не вижу тарелков Но я попробую Передислоцироваться Сюда все-таки В первую очередь Надо это сделать Пулеметчик Что он Тот самый товарищ Который держит Людей Сдерживает Так скажем Блин, ну тут Хотелось бы гайнера Поставить еще Штурм один На вас идет группа чужих Готовность номер один Блин Спорили, кажется Нет Блин, разведчик мне, конечно Так онку дает Классно А, фиммен Изарич А, путь Назад все равно Столик не сможет только без крита или шуми как 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 они не видят меня не не видит меня не просто ядер стрилились короче друзья проблема в том что сейчас меня будут жахать сзади я должен видимо сюда возвращаться под инвизом чтобы не спорить типа а потом выходить из инвиза и снимать овервоча таким вот образом молниеносными только так я ах ты твою мать команда спасает хотя 90 ними 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 или нет беги снимая рефлексами сейчас бы сейчас 90 а потом думал как его как его остальными по поход здесь надо выбегать максимально просто и пытаться ушатывать 75 раз молодец ну и понтяши тут ларились точнее жопа концы перезарядка over пока перезарядись продолжите про головне не перепутать или тонн не знает куда эти уходи назад я съезд яс блин а представляете два пока пулица тебя в спину еще там ранение получаешь у мне сейчас надо смещаться влево пулить по паковану а что а сейчас снайпер вам понадает мне понравилось на самом деле понравилось те ушли поэтому сейчас сразу я не то сделал я подумал блин что это что-то понтим перезарядись лучше а еще там перезарядка такая что не заканчивает мы же да можно прицелиться в конце over 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 перезарядка впереди еще там толпе мутонов кибердиск не этот еще не спеши главный да 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 ты я уже сейчас допустил ошибку хорошо сначала сделал потом расслабился и все и сразу выходят но вроде не должны увидеть очень опасно покупать у меня нет визу вы мне нужно видимо дождаться когда они уйдут вправо снова потом давайте я перегруппирую да ганера нужно сюда ставить он все уходит так давай и тебя тоже мне нужно просто спрятаться разведчик я никак не могу фулкавер найти так только не ближе михаил вылетает назад окей ну да нам триггерить сразу его с лазерной винтовкой как-нибудь критовать по тарелке сразу же потом запросите тут тарелка или здесь людьми выдвинуться наверно ой мутон они все это время шли капец меня стреляют твою налево попал зараза серьезное ранение у снайпа стреляем раз пацаны еще мутон двойного выстрела нет у тебя есть следок хорошо не стреляет так метки ставим готов тут нужно дым а любому разведчик к сожалению вообще никуда не убегает ну ну подходите гады запресс я не готов рандомин 75 а я могу попасть давайте кто и другим блин потенциально еще там еще мутон и этот пак да и мы спалили на датчик капец еще мутон густой дым помогает один процент меня стреляют твою налево сколько тут надо выходить инжом в любом случае но после того как мы собьем овер 80 крита давай ой есть крит закрылся да ну крит то не сбился неужели молниеносными сносить проверить как добежит не добежит сюда да видимо так твою налево чёрт Один пулеметчик должен сопротивляться кибердиск в любом случае. Что у нас пулеметчики не видят кибердиск? Фален, подчеркивание, темплар поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает про мутана не забудь. Я про него помню, а тока нет вообще никакой. Только так. Тарелка не видит этих. Вот вопрос экспертам я уже задавал, но тем не менее. Дым, кинутый мной сейчас, он на следующий ход будет активен? Фотас говорил, что он вроде два этих работает, два хода. Но... Поехали. Метка раз. Двойного выстрела нет. Там метка есть? Да. Ну, помните, один выстрел получается. Шатала, молодец. Увервочка, конечно же. Два хода, да. Только так. Думаю, дым всегда закинул. Тогда все дымы потратим, но зато только от гренок будем страдать. Опаснее левый, потому что он потенциально может... Так точно. Ой, дым, друзья. Пытаемся удержаться. Черт, как же жестко. Уже снайпер еле живой. Это начало миссии, сам, бля. Чинит кипердиск. Овер. По дроиду постреляли за действием. Фигня. Еще один ремонтирует кипердиск. Летоны вроде не попадают по дыму. Пока что. Овервочек, понятно. А вот и мутон. Плотный. Один процент. Все луты по мне. Так. Подавление на пульте. Окей. Сейчас гренку нужно закидывать в мутона. Так, тут оверы. Хорошо, оверы срабатывают. Есс. Убивай мутон. Элитона. Туда точно гренка, потому что нужно дроида одного. Точно прям. Раз. Что сломану дробина. У снайпера, конечно, это вообще вагон. И овервочи не забываем. Я не знаю, как снайпас поставить. Дыма больше нет. Но пострелять тут практически ничего. Разведчика одна цель, к сожалению. Не снимем мы ее, но, по крайней мере, метку поставим. Видим, надо снайперам ханкерить. До встречи в аду. Тут дроида убиваем одного и перезаряжаемся. Наверное, тут лечим даже снайпа. Срегренка может прилететь вообще изи. Я думаю, что надо сейчас пытаться второго пулеметчика поставить как-то. Нет, тут фланг. Да и овер. Словить можно. Надо отсюда сваливать. Стоп, а если... Нет, крюк это действием. Дроида летит, сучок. Сейчас овер будет. Нет. Дайте еще ходик. Дайте тарелку. Оверы идут. Но это, конечно, он сейчас видит всех под полукавером. Мы его не сопрессим. Это колоссальный сейчас орон дует. Сейчас будет на 78. Это гарантированное попадание. Вопрос по кому. Он раскрывается. Только не Гренка. Гренка! Твою мать, какая хрень. Мне очень повезло, что мутон ушел. Но как мне убегать здесь? Я вообще не понимаю. У меня каверов нет. А, снайпер минус же. Снайпер минус. Лаваш, девочка, умер. Блин, почему убежать не могу? Да что за баги-то, ёпра СТ? Вы посмотрите. Я не могу убежать назад. Я, в принципе, не могу сейчас убежать. Ставлю метку на дроидом. Стреляю по дроидам. У меня это подстава, на самом деле. Что это за баг? У меня тут каверов не остается просто. Выходить вперед, это на мутона выходить просто. Одный хитпоинтовым пулеметчиком. Может, там сикер? Опять ваш сикер, да? То есть, не багнутая дверь, а просто человек сикер стоит на проходе. Это опасный даже. Да твою! Я обо всем позабочусь. Схожу так, лечусь. Нет. Лечусь. Сикер проходов. Это сикер стопудово, говорит, старт гэс. Хорошо, значит, если там не сикер, надо бан прописать. Чиниться, кибердит. Невер-вач, хорошо. Сикер там! Надо премию выдавать, что ли. Да не, ерунда какая-то. Снимаем. Козырная меткость. Здесь есть на Сапрес кибердиск. Ака. Какая-то, какого-то. Козырная меткость. Я не уверяю, что малость. Минутная меткость. Козырная меткость. Козырная меткость. Козырная меткость. Надо, видимо, сейчас сюда вот так прибегать На овере Может там... Ну нет, у меня другого А, нет, нормально все И спасаем Спас Отсюда я уйти не могу, там овер Который почему-то не сработал, учитывая то, что я Ах, молоко На случай, если у меня вернется меткость Был бы мутон, я тут вообще здорово Есть, хорошо Чередовать сапресс Да Тут у нас перезарядка Тут сапресс Мы только так его держим Перезарядка, выстрел Не сдаваться Выстрел перезарядка Перезарядка Стреляем Вот он идет Погоди, не подходи Один процент Да, полу кавера хватает У кибердистка плотность высокая Точность не очень Обойти хотят Этот готов Мне бы патронов У меня нет слов Там был один процент Если кто пропустил Там был один процент Минус два человека на старте Один процент Не снайпер и не пулемет Второго Девушки отдыхают Держу сектор Словно этом старте Нередко вся команда терял Даже отступить не получалось Своих на бета-шип Это не самый сложный момент Да я по поводу Одиного процента Переживаю Как бы Ничего За все За все 10 трансляций Многочасовых Они трижды попали С одного процента Трижды Но чтобы в такой ситуации Его еще проперло Вот он сидит В овервотч Идет Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай Плохо Еще-еще-еще-еще Тампонцы Молодец Молодец У нас не будет возможности Людей просто Снайпом Карать Нам надо выруливать За счет Двух ганеров Видимо Я думаю Надо еще подлечить Понтяшем Такое просто дэмэдж Ладно Полеметчик у меня три То есть они там приблизительно Я правда не знаю Какого я потерял Полеметчик Топого Или не очень Топого С двойным выстрелом Да Больше аптечек нет То есть один заряд Поэтому придется Видимо Людей не терять Нет Андрил конечно Там еще впереди Четыре пакамутонов Ты кибердиск Видит как будто Вижу мутона Пули тем С натяжкой могу Пулеметчиком Пулеметчиком Это прям С большой 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 Натяжки И скриптовый И скриптовый Еще будет появляться Сзади Главным образом Крыса Ладно Ждем крысу Тогда Что ее ждать Вот она Пожалуйста Я наверное так подойду Надо понять Как я с общим видом Буду тех Пулить Без снайпа Конечно Значительно Сложнее Идет Андердяк Нормально Справился С крысой Не я могу спулить Разведчиком На самом деле И отступить Да Это лучше Отступить он может Очень далеко Поэтому я просто Выхожу из инвиза Вот так И уходим Куда-нибудь Подальше Даже вот сюда Наверное Чтобы не видно Не слышно Было А пули Что же видит Но Не-не-не Извините Сейчас надо Снимать летунов Ой Это конечно Жопа Так Словить Просто Литон 3080 Нормально Бегут За Че уходим Здесь Просто уходим Пофиг Куда Да Наверное Разведчикам Надо пули Таким образом Хорошо Остался Мутон Мутон выйдет Я хочу Все таки Нужай сюда Жди Мутона А Предступление Будет Полетая Не понял Рычит Ну ему дольше добираться Чем лютерам Конечно Понти Понти Начинает Критует Продолжает Во время Вскрытия Мутона Сейчас Сделал Сейчас Следует Спаснуть Я жизнь Сейчас Мне спасет Жизнь Тяж Почему Второй Раз Часовая Можно разведчикам Метку поставить Пожалуйста Спасибо Отличная пушка Кстати Понти Повышение Получает Но у меня Две смерти И серия ранений В этой миссии Это на данный момент Миссия еще не закончилась Потеря оружия Брони Конечно Частично Мы тут компенсируем Но И надо только На аверах Принимать Просто на два Пехотинца Сопрессить Крупные цели Выманивать Разведчикам Занимать Позиции Мутоны Мутоны Там еще два Пока мутонов Но дальше Это кстати Радует Не Они могут Внизу там Стоять Но смысл в том Что А Кажется Сейчас еще Стригерится Сзади Человек Появится Да Товарищи Ищем Внимание Шторм один Сейчас На вас Выйдет Подразделение Чужих Мэн О Есть Товер один Еще Кто Это Вот Не попали Не Ну я верю В Алису На самом деле Как бы Тут Она справится Это был Ненужный Риск Это был Абсолютно Ненужный Риск Так Давай-ка Пройдем Вот так Если кто Это Посмотрим На Овере Выполняю А Думаешь Пострелять Даже Неплохо Лучше Так Поверить Не хочу Здесь Ревелиться Потому что Выйдут И Будет Сложновато То есть Я могу Конечно Пострелять Но Но Не хочу Прямо Часто Делать Торопиться Мне некуда Я уже Понаполучал А там же Овервоч Все еще Нет Овервоч Нет Ну тогда Подходим Просто И потихонечку Так Его Начинаем Ставим Ставим Метку Ставим У меня ситуация Неплохая Я лучше Заполни Ковр Этим Половина Народа Вообще Чего Знает Где Находится Нафиг 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 Скип Скип Хорошая Меткость Что Достреляется Не 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 Тут Тут Нормальный Тут По 74 Перед Передачки Еще не Включил Засопресс Лучше Да Засопресс Это Точно Так Давай Тогда Ты Сюда По Быстрому Отключаем И Похоже Вы расшевелили Этот Гадюшник Пришельцы Бросят Все силы На защиту Своего Корабля Я Пошел Хочется Подвести Ганеров Конечно Но Они Очень Не Маневренные Как следствие Теряются Плюс Перезарядиться Надо Плюс У меня нет Пулеметчика Который Сопресс Это Очень Немобильный Мне Товарищ Надо Выходить Сюда И Кидать Скан Влево Прямо Под Ту Штуку В прошлый Раз Там У меня Пак Сидел Из Пяти Мутонов Четыре Мутона Или Тун Рычат Слышите Вот Забираемся Раз Забираемся Два Пробегаем Три Сканы Запасом Есть Поэтому Нет Лучше Его кидать Тогда Когда Уже Потенциально Ты можешь Воевать У тебя Тут Не у всех Перезарядка И Хэвик Чем Знает Чем Занимается Нам Сообщают Что В районе Замечен Противник Похоже К вам Уже Движутся Лунатики В прошлый Раз Кажется С крысы Упала Сверх Ага Да Этот кабель Выведен Из строя Постарайтесь Как можно Быстрее Уничтожить Остальные Кабели С помощью Взрывчатки Так Встает Пулич Сюда Закидываю Скан Сюда Я не смогу Спылить Нормально Нет Там Никого Нет Окей То есть Они Сразу За Имеет Смысл Сюда Перевести Всех Медленно Но Стоит Потому Что Потому Что Справа Еще Дверь Открыта Мне Не Нравится Это Пока Не буду Привет Бостон Спасибо Я не Набегаю Без Спускаться Или Нет Пока Нет Сейчас К дверям Подойди Нет Не Лучше Ты Не Знаешь Вдруг Они Сразу За Дверями Стоят У Тебя Не Будет Тогда Возможно Ничего Плюс Там Еще Крыса Не Убитая Давай Разрешатываем Сейчас Смотрим В инвизе Что Сначала За Дверьми Ой Нет Это Крайне Плохой Сигнал Там Сразу Не Пак Я Не Убитая Я Убитая Ход Надо Каким-то Макаром Выманить Отдуда На На самом деле Вот Можно Отсюда Попытаться Если У нас Не Будет Видно То Нет Надо Выманивать Не Фулл Кавер Будет Это Жопа Вообще По хорошему Нужно Всех Придистанцировать Влево Потому что Тогда У них Не Будет Здесь Укрытие Если Я Буду Здесь Стоять Они Будут Выбегать И У них Каверов Больше Здесь Чисто На Выбор Поняла Вас Какие-нибудь Двери Дым Что за Советы Ребята Вы Посмотрите Что У меня Есть Что У меня Есть Чего У меня Нет Какой Дым У Двери Что За Эксперты Опять Пошли Я Танц Зал Серию Вещей Перевести Трех Основных Стрелков На Линию Огня Да Диск Еще Справа До него Мне не Добраться Сейчас Да Я Не знаю Нужно ли Вообще Сейчас Его Агрить Нельзя Этого Мы Скорее Сюда Поставим Сюда Я могу Сразу Пока Сейчас Пулите Вот он И Кибердиски Блин Был бы Снайп Конечно Значительно Все проще Но Он Лежит Отдыхает Так Окей Куда Мы Ставим Пулеча Давай Сюда У него Рейнж Хороший Он Может Отсюда Работать Поверим Подходим Инвиз Смотрим Обнаружит Не обнаружит Не обнаружили Хорошо Значит Овер 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 Скипп У нас был полный ход На следующий раз Да Это что Кибер Еще один Что Как Ты же Меня не видел Вась Все Я валю Выхожу Из инвиза Он меня Видит Теперь Я захожу Снова В инвиз Пожалуй Время молитвы Нельзя Овер Вотч Было Делать Разведчик Летит Зачем Ты ему Овер Нажал Живой Надеюсь Это Без стрельбы Он прилетел Со стрельбой Ответный Есть Но Алиса Уху Уху Вы Знаете Как я Этих Пехотинцев Обожаю Просто Ох Алиса Умничка Сейчас Направо За мутонами Сколько тут Врагов 22 А сколько У нас было Помните В прошлый раз Я записывал Не записывал Дредноуд 4 8 12 15 19 25 29 Это из тех Кого я записал Не Наверное Попробую Все-таки Мне просто Нужно Перетаскивать Пацанов Я лучше С пулю Я лучше С пулю Как там Да Здесь Он даже Ближе Будет Мутоном Мутоном Вылетает Мутон И Сектоид Или Тун Так Ано Ко Быстро Дальше Нам нужно Передислоцироваться Хотя бы Пулеметчиком По-хорошему Нужно и сюда Вывести Народ Есть вероятность Что я с пули Тогда Да Да Вот это Ошибка Пулич Потому что Не стреляет Не Стреляет Сопрессим Мутон Раз Здесь Нужно Пытаться Ужить Тунан Я Наверное Выду из Энериза Поставлю Метку На Нет А тебе Хороший угол А Ты тоже Видишь Алис Что-то Я не понял Извини Раз Понтя Тоже Видит Молодцы Здесь Пострелять Даже Нужным Чтобы У него Точность Еще Снизилась Последний Выстрел Там Сектоид Остался Скип Еще Другие Мутоны Есть Хорошо Один Процент Не попал Мне каждый Раз Когда Один Вылетает Такая Паранойя Возникает Так Давай Меточка Начнем Сапа Потому что У него После Выстрела Убиваем Так Овер Овер Скип Ждемся К Слева Тупает Вон Он Вышел Щебечет Отступает Сучок Пытаюсь Выйти Его Добить Его Уже Вслед Простой А не Видим Без снайпера вообще не алло На таких дистанциях Можно было и инициировать значительно лучше И сразу цель убивать Кибердиск бахнет заранее Манит он меня В неведомую даль Ой, друзья У нас через полтора часа будет финала PUBG Я рад, потому что нужно делать перерыв В X-Чоме Потому что Надо как-то пережить эту потерю Потерю-потерь Осторожно, девочки и мальчики Похоже, скоро у вас будут гости Почему ты не играешь в X-Cом? Потому что прошел Там 9-го какое-то обновление выйдет Но Вот он и рычат Что это за Тут нет полного укрытия Ждем Сектоида Возможно, второго сектоида Да, здесь сектоид вроде подходил Я его не вижу, опять же Может быть, имеет смысл подходить Потому что Ну, хотя, не, не, нет Они придут Слева, слева, слева Просто пак Да, я не буду ждать сектоида Скорее всего А вот он Давайте скан кинем сюда Хочется увидеть Если он лез Влево То Там, скорее всего, пак Еще где Ага, скан отлично лег Зацепился за дверь И все Играем практически без багов Да, мы тоннули там В последней комнате Блин, че ж делать, а? Выходить Выходить на сектоида Абсолютно Вообще не хочется Плюс там же еще второй Не, давайте двигаться В общем Бросаем эту позицию Перемещаемся Место, конечно, хорошее Для того, чтобы принимать народ Это сам полхи кинул Да, да, да Конечно Перезаряжаемся Сектоида пока не определяется То вперед, то назад А, вот он второй Блин, ну мне, конечно, хочется подойти Пострелять И уже могу Да, потому что Жизни у них мало Они ваншотные Смотрим, как будет действовать Этот тупырь Ну, этот укрытий просто не было нормально Бежит Ну, тогда овер И умирает он Так, сколько там получается Я говорил, 28, да? 26 Нет, кого-то я, видимо, в прошлый раз не отметил Пробегая разведчиком Ой Там еще два пака Изуэла активирует премиум 3 месяца Вравьет, спасибо Там такое грящество Блин, две и работает только два человека Да Оооо Там два пака Там два пака Похоже, по крайней мере, на два пака И здесь сражаться с ними вообще не комильфо Такие варианты Первое, выманивать Второе, поставить часть людей Кучеганеры стоят на На этой Ахэвик, например, пойдет назад Что у него есть возможность Очень правда делать гренадеру С саппортом Кабель обесточен Осталось еще три По данным разведки К вам движется противник Готовьтесь Thingman И никто его не видит Класс Отвратительная позиция Просто кошмар Ладно, Thingman должен Пойти Отступает назад Надо сюда сканкинуть Попытаться Видим ли ту нам Я, кстати, могу его даже отсюда попробовать Убить Далековато, конечно Нет, кажется, последний пак А, нет, два разных пака Там еще четыре летуна И Овер-овер-овер-овер-овер-овер-овер Я не могу поверить, что вы не видите Да вы что? Блин, отсюда не факт, что я вижу Короче, нет, забей Просто Просто возвращайся на изначальную позицию Ты стоишь и оступишь просто У тебя два человека под нормальными камерами Остальное все Все Никакое абсолютно Возвращаешься Выманиваешь разведчиком Два пака Улыбаешься Вообще Сейчас еще вот на На эти два с половиной пака выходить С непонятной позиции Моя готовность Понятно Запрессим Все, забираемся Непонятно Правда Кем Наверное Инжай Я оставлю здесь Сейчас нельзя Бежать Мы должны еще сопрессить Один, может быть, два хода А потом Пулить Синьмены И пулить Ну, желательно Один пак Пулить 20% Блин Попадает Не пытаюсь убежать Тут рановато Может приказ сделать Не дай бог Добежит до него Сильно помогло Конечно Я спущусь под лечо Последний заряд Аптечки Бежал Так Здесь надо Вывести Вообще Надо поставить Алису сюда Слушаюсь А этот по центру Хэвики Надо уже Как-то Подальше Тэм Бежит Его не видим Ну, здесь понятно Сейчас Ушатаем Тэммана Потом Выполиваем Пак Ах, тварь Он что-то Не ведется И я без Снайпера Особо Сделать Ничего не могу И могу На самом деле Сместиться Разведчиком Снять Овервотч Подсопресить И расстрелять Его Но это Я уж надеюсь Что он просто Другой маршрут Выберет И уйдет Отсюда Блин Вот это Скортовая Скотина Не хочет идти Не хочет идти Потом еще Полдюжины Человек Убивать Надо Да Этот Все Этот По-другому Работать Не будет Боеготовный Попробуем Перейти Наверное Хэвиком Сюда И от этой Позиции Его Попробуем Засопрест Не торопимся Ситуация Крайне Сложная Я уже Эту миссию Считайте Зафейлил Колоссальные Потери И ранения И минус Два Оперативника Паки Меня ждут А уже Можем Да Ну пошел Сапресс Можно уже постепенно Спускаться Сдвигаться У него Вижен Нет Нормальный По-моему Этим Кажется Кстати Лучше Нет Не надо Один Один Летун Настолько Проблем В смысле Thingman Даже не Летун Понимаете Даже не Летун Опять Боеготовный Вот Задрало Делаем Делаем Сапресс Видимо И на Молниеносных Снимаем То есть Мы Правда Я вижу Двоих Я сплю Тогда Пак Не вылечив Позиции Можно подходить По Да Вот так Вот По ходу Так скажем Чтобы не срабатывал Овер 95 Отлично Ранили Не торопимся Чтобы Овер Не словить Следующим Походом Его Ушатываем Главное Вот эти Два Пака Убивать Так Алиса 85 Не 95 На 2 Выстрела Так что Пофиг Возвращаемся Наверх Блин А лучше На самом деле Выманивать С определенного Места Да Вопрос Только Где они Будут Скорее Справа Будем Да То есть Мы Сюда Отправляем Рейнджеров А на левую Отправляем Ганера Ну в смысле Это пулеметчик Потому что У него общий вид Он может чаще Плюс он ранен И Соответственно Я Соответственно Я могу Им держать Безопасную Дистанцию Более-менее Как раз Те самые Там Клиток 5 Но Понти Надо Возвращать Вот Здесь Овер Ставим Два Рейнджера И Надеемся На лучше Хотя Они Могут Конечно Пойти За нами Слева Вопрос Какой Пак Мы Пулим Пулить С вами Перезаряжаемся Алис Тоже Бежит Жуть Снайпер Правда Не топовый Был Но Предпоследний Или Топовый Топовый Последний Снайп Был Снайп Был Последний Точно Так Заходим Алиской Перезаряжаемся В принципе Можно уже Пулить Вопрос Кого Но я бы Не хотел С левых Начинать Поэтому Дождусь Когда Появятся Справа Люди Да 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 Евгеншин Говорит Сегодня Без Икс Ком Да У них Поменялся Скрипт Они идут Прямо на меня Нет Нет Точно Нет Ну Меньше Часа Уже Осталось Ничего Страшного Нет 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 Точно Точно У меня Сейчас Середина Процесса Точно Сейчас Скрипт Товарищи 10 минут Перерывчик Через 10 минут 10 минут Там Не Не то Что я думал Евгения Хотела Женечка А Уже Можем Стрелять Пробуем Стременовато Не так ли Не Можно конечно Взять Свалить Если Мы Уверены Что Это Последний Пак Просто Уйти Туда И Все 27 28 30 Человек Похоже Направда А если Крюк От летунов Он тебя Не спасет Блин Но Они же Не знают Что я Здесь Они же На меня Побегут Хотя Они не знают Откуда Шум Поэтому Могут Как угодно Действовать О нет ГГ Не Не сильно Ранили Надо было решаться Надо было понять Что они Не Не стригерились На Внимание Штурм Один На вас Разделение Противника Повторяю К вам Движется Противник Еще Сейчас И сзади И здесь Еще Так Ну мы Отключаем Еще Один Кабель Выведен Из строя Осталось Всего Два Мне нужно Видимо Куда-то Сюда Пытаться Убежать Полуукрытие То есть Полуукрытие А потом Фулукрытие Да Надо Что Вижена Не было Вижен Есть Кого Отлету На Здесь Место Куда Забиться Можно Я Ждать Не могу Теперь Уже Пытаюсь Подсветить Пытаюсь Подстрелять Что Штурмовать Мне Видимо Надо Спасать Рейнджера Своего Что Немного Ханкер Не буду Если Могу Там Отдаться На Пол Держине Врагов Да Да Они Они Побегают На Меня Здесь На Угол Ради Вижены Фулкавером Есть Спрятался Блин Это Какой-то Стелс Просто Это Не Икском Это Вот Они Все Пока Что Самая Запоминающаяся Миссия Вообще Всех Ошибка Поторопился Нет Короче Сейчас Мне Лишь Будет Страдать Три Раза По 45 Ладно Может Не Три Рычаг Хорошо Вот Она Есть Еще Один Матон Бежит А Сопресс Хорошо Стреляем А ты Сам Сопресс Не Можешь Ну Типа Мы Мы Таких Как Ты Сопресс Или Просто Для Метки Просто Я Хочу Это Сделать Соответственно Сейчас Выстрел Уже 75 Overwatch Дальше Все Не Так Стоя Навер Очень Скажите 98 Навер Здесь Отступлю Вообще Нет Желания Аркадий Здесь Просто Сидим Боимся Ой Мутон Плотный Ой Два Выстрела Плотный Мутон 15 хитов Не Выдержал Так Сколько Осталось Два Мутона Thingman Два Литона Еще Пять Человек Все Оверим Друзья По Общей Схеме Не Не Высовывай Здесь Я Уже Разок Выснулся Вдруг Там Какой-то Литун Надо Мной Да Проходит Проходит Людям Да Выходит Еще Один Ну Все Здесь Здесь Надолжим Оверах Какая Осень Оверах Что Это Это Бедолаги Бедучи Бедут О Неплохо Осталось Один Thingman Один Литон Один Мутон 36 Человек 36 Надо 50 36 И Обвести Ханкер Скипь Вот Мне Пожалуйста Мутон Под Боком Рычит Литон Слышу Мне Нужно Разведчикам К сожалению Двигаться Пока Здесь Отключаю Как же Кабель Отключен Еще Один И корабль Будет В наших Руках Мутон Слева А Литон Не Выдержал Летит Попадает Ну Его Сейчас Снимут Собственно Пехотинцы Я Надеюсь А он Не Долетел Вперед Ладно Постелем Так Один Мутон Один Thingman Остался Вот Он Знаем Где Финмен Черт Его Знает Я Думаю Что Надо Сейчас Выдвигаться Основными Войсками Ага Вот Он И Он Нас Тоже Видит Ну Мы Отходим Возможно Он Просто Не Определялся Ну То 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 Отстрелян Вопрос А Финмен Вообще Зад Точно Последний Я Забыл Про Заднего Как бы На него Пофиг Вообще Все Спулиных Пришельцев Не Осталось Мы С Вами Следующий Ход Включаем Да Все Никого Не Осталось Блин Давили Все Так Эту Миссию До Конца Несмотря На Абсолютно Фейловое Начало И Возвращаемся Ооо Потеряли Топового Снайпера Потеряли Топового Пулеметчика 27 И 36 И Два Ранения 20 И 30 Дней Понти Конечно Тут Апнулась Ей Ей Дали Еще Точности 4 Алиса Ох Выборочное Прицеливание Ей тоже 4 меткости Дали Трупы 130 130 130 130 Сплавов А было В прошлый раз Меньше Борт Компьютер Фрагменты Термоядерный Ну Он Он повреждено не забывайте мы видим все так надо продать что-то вообще нужно перерыв сделать термоядерные крайне редкая хрень и лире 290 сплава 175 сейчас я по крайней мере по починю ладно друзья давайте тогда делаем перерыв сейчас уточню в евгений там все нормально просто уже пять часов я в любом случае отойду там на 15 на 20 минут смысла потом возвращаться next чем нет так что давайте за заканчиваем на чем мы останавливаемся 38 ученых мл разбираем окей бабло же запрос проверить там сплавы можно кстати сплавы до сплава на деньги сплава на деньги уже хорошо в школе офицеров купили то что можно 88 следующие 93 и последние 100 с чем-то андердар говорит чем андер вы можете рассказать пожалуйста обожает сын андердяк то страна к сожалению ушла за покупками в магазин андердяк что-то там было с андердяком андердяк медик живой нормально все сдали звание уже получил выслужился так у нас с вами ноль спутников но один насколько я помню . один сил поддержал ваш канал на 100 рублей сообщает не ну вы видели видели как раз видос тащит на разведос классный нло еще одно открыли соответственно точнее будем стрелять больше будем получать дальше вопрос это melt и генные модификации нет вот melt эксперименталка это фрагменты не знаю компьютера и лири и лири долго но это новый тир и оружие и наверное лире пока что махнем 16 дней такое ладно у нас много ученых нас дела бы работают и надо наверное копать по крайней мере прокопать вот здесь возможно произвести верный лазер гатлинга лазерная винтовка марксманская снайперскую надо взять в ангаре кораблей ну 2 есть лазерная пушка один еще с лазерной через два дня будет перевооружение я бы отправил еще вот этот кораблик но после того как он доделается два дня подождать да нет же на глобусе отмечены места где сейчас пытаются похитить людей нормально есть пулеметчик есть инженер медик разведчиков 2 чем разведчик хороший один что по усталости один день один день один день что по времени 8 часов до в этом миссии сразу насколько не пойду то есть с одной стороны да у нас есть как кое-какие 6 человек кое-какие но нужно ли брать скорее всего нужно будет брать кого-то из фатига кого-то хорошего из фатига на на выбрать новых людей качать возможно сейчас уже новобранца взять короче давайте резюмируем с одной стороны у нас хороший старт много ранних ученых много ранних инжей очень быстро делаются исследования по кораблям была проблема но вроде постепенно вырули вы плюс сделали еще серию исследований для того чтобы проще было сбивать вражеские корабли все у нас лазерный с лазерным оружием все у нас продвинутый броней делаем илериум ориентировочно деньги в принципе есть ну то есть как бы нет но как бы на сером рынке можно сбагать сейчас приличное количество только я не знаю насколько целесообразно сразу холодный термоядерный синтез сливать это кажется вообще пригодится на лайтовую на поздних ракетчиков и на пушки на корабли кажется если я правильно помню вот здесь принципе деньги есть можно по продавать илери трупы не надо продавать сплавы тоже на корабли вроде этот корабли тоже сейчас два корабля придут себя и у него уже будет только два подбитых корабля еще третья лазерная пушка перевооружается вот впереди у нас скан экзальт через 8 дней то есть все у нас выйдут ремонтируем броню ремонтируем прицелы я думаю что надо составить список и закупиться на следующий раз ну просто потому что у нас люди умирали там точно одной броньки нет плюс надо еще сделать броню под дым слушай давайте сразу броню закажу потому что у меня же и один сотрудник добавился мне всего шесть пять комплектов брони 5 это очень плохо нужно по крайней мере один для снайпа сделать такой продаем еще на сером рынке пока и лерий до 160 заказываем парочку таких вот броник у нас будет получается 7 хорошему 8 на плюс 1 броня старая привет мартис то есть по хорошему нужно еще броню взять вот так вот ладно я продаю вас один источник холодного этого синтеза блин мега редкая штука но зато 400 мне сейчас полезней еще бахаю бронекостюм по оружие лазерная винтовка веерный штурмовик тени всегда гатлинг всегда нужен марксманская снайперскую делаем лазерный карабин карабин делаем и пару прицелов один поремонтируется но у меня уже народу столько что прицелы всем нужны исследование кораблей дредноут крайне низкой скоростейском сервис не видно огромный насильный урон ускоро сколько знаешь я понял уходим огородом привет давненько был тут с удовольствием посмотрим стоим похождения да тут тут прям прям затягивает лунгвор он сложный и и интересный большая будет проблема но вот у нас новый медик типа выкачивался есть еще мэл лоис но я не помню кого он скорее всего из него надо снайп проделать то есть с точностью у него неплохая снайпов у нас осталось 1 1 снайп 2 плюс 5 меткости на старте ну из леммингов надо будет набрать опять же вопрос брать ли кого-то по максимальное звание нет здесь может есть здесь нет ну тогда базовое звание лейтенанта даем этому медику а он не может надо все таки чтобы пара миссий была отыграна мемориале можно посмотреть по сокрушаться перед тем как лаваш девочкам снайперу только имя ему дали и все очень результативный 38 человек на 14 заданиях пулеметчик топовый просто топовый давный снайпер не фуловый здесь предпоследнее звание у нее ой далеко не предпоследний там было с двойным выстрелом там прям заглядением так штурмовика делаем спринтером еще один штурмовик они приблизительно одинакового нет тут вот так все ладно друзья спасибо за то что смотрели увидимся с вами через часик на суперфиналах по побжи сегодня первая часть завтра вторая сегодня пять карт играют один из приглашенных коллективов и 9 команд которые через жесткие отборочные проходили пух в том числе будет играть жалко дарк нубика не будет но в принципе ахилл будет играть из и знакомых вам наверно стримеров поэтому приходите еще с паузу сделаю и через часик увидимся пока а а а а Продолжение следует...